Игру из данного ролика можно приобрести по ссылке в описании. Всем привет! Сегодня мы поиграем в игру Outlive, она же в русской локализации будет называться «Еще один день». Будем играть втроем. Сегодня за столом с вами Серега, Вова и Филипп. Действие игры происходит в постапокалиптическом мире, где мы себя будем представлять... Ну, каждый из нас будет управлять колонией выживших, у нас у каждого есть убежище. Мы будем его в процессе игры отстраивать, также будем совершать вылазки на поверхность за припасами и так далее. Все это делается для того, чтобы... Есть такая некая организация, которая называется «Караван». Через 6 дней она прибудет вот в эту местность. И прибудет она с той целью, они отбирают лучших выживальщиков, у которых будет много очков выживания. Она их заберет с собой в подводные города, где, в общем-то, более-менее безопасно. А здесь постепенно наступает полный капут, как говорится. Вот. Мы будем совершать разные действия, но все это в итоге сводится к тому, что нам нужно зарабатывать очки выживания. Итак, на старте игры, значит, мы имеем следующее. У нас есть вот такие вот 4 фишки. Убежище, в котором есть уже 3 стандартные комнаты, они у всех одинаковые. И сейчас нам нужно... Я раздам вам по 6 случайных комнат. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Держи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сейчас нужно выбрать из них 4, которые вы оставите у себя в убежище для дальнейшей постройки. Как их выбрать, сейчас расскажу. Значит, ну, по свойствам здесь написано... Давайте пробежимся сначала по свойствам ваших стандартных комнат, да, которые есть. Каждая комната, во-первых, функционирует, когда в ней полностью заполнены выжившими вот это вот ячейки, да. Когда все они заполнены выжившими, эта комната приносит вам свое полезное свойство. А если хотя бы одного выжившего не хватает, то комната перестает работать. У вас есть четыре выживших, которых вы потом сможете уже на старте отправить в одну из комнат. Чтобы построить комнату, нужно потратить, вот здесь на ней написано, да, то есть три материала, три шестеренки. Тут написано минус два материала. Нет, это свойства этой комнаты. Текстом написано свойство комнаты, которая начнет работать после ее постройки. Любые три материала нужно потратить на постройку данной комнаты. Но в начале игры вы одну из комнат можете построить бесплатно. На этих специальных комнатах также есть такая вот символ шестеренки, да, с троечкой. Это значит, что вы сможете любую из них построить также за три материала. Итак, свойства первой комнаты. После того, как вы ее построили, то есть перевернули вот так тайлик, заполнили выжившими. В дальнейшем постройка комнат будет стоить вам на два материала дешевле. Это свойства вот этой первой комнаты у всех одинаковые. Вот эта штука дает нам свойства взять раз в раунд мы сможем взять одно снаряжение. Снаряжение дает вам тоже там разные эффекты. И починка снаряжения будет стоить на один материал дешевле. То есть мы все снаряжение, которое получаем, оно у нас сначала якобы поломанное. Потом заплатив там стоимость на каждом снаряжении своя, мы сможем это снаряжение починить и дальше тоже его использовать. И вот эта починка будет стоить на один материал дешевле нам. Пока ничего не понятно, сейчас правила расскажу и разберемся. И третья комната позволяет нам решать бедствия. У нас каждый день, всего игра будет длиться шесть дней, каждый день будет открываться вот эта вот карточка, каждый раз новая. И она будет какие-то нам негативные эффекты давать. Вот, мы сможем эту карточку решить, потратив ресурсы. Так вот, решение вот этой проблемы будет стоить, если у нас построена и активирована вот эта комната, будет стоить дешевле на два материала, две амуниции или одну еду. Вот, сейчас мы должны выбрать четыре комнаты и положить их вот так вот непостроенной стороной вверх. Непостроенной? Непостроенной, то есть вот где вот такая шестеренка нарисована. Не важен порядок? Не важен, да. Они все равно все непостроенные. Если что-то непонятно, то давайте подскажу. Здесь, ну смотрите, у них, во-первых, в основном, City 2 Search Tile, то есть ты в городе, можно будет искать, ну, совершать поиск действием. Что это значит? Вот это называется Search Tiles, то есть тайлы поиска. Вы действием, приходя в город, вы сможете этот тайл открыть, и там на нем разное, ну вот пример, они два уже лежат в сбросе, например, там может ничего не быть, может лежать какой-то ресурс, ну, разные ресурсы, в принципе, всех типов. И вот когда ты будешь совершать действия поиска в городе, ты будешь на два тайла больше тянуть. Вентиляция зачем? Airlock, это воздухозамок, да, то есть он борется с радиацией. У нас будет каждый день повышаться радиация, расти вот эта вот штука. И когда она дойдет до максимума, начнут дохнуть наши выжившие в убежище. И вот эта штука позволяет тебе на один снизить угрозу радиации. У нас с каждым днем все сильнее и сильнее будет идти радиация, повышаться. То есть в конце каждого дня у нас, вот в первый день у нас единичка будет. Сколько у нас выживших стоят вот в этом шлюзе, каждый из них понижает вот это значение на один. Соответственно, нам нужен один выживший, чтобы не повысился вот этот датчик. Вот здесь уже по два, два и здесь по три. То есть каждый здесь выживший сдерживает на один. А вот это тебе как бы постоянный на один снижает. Вот, на охоте, при охоте я буду получать плюс одну дополнительную еду, если у меня эта комната построена. Эта комната позволяет мне уничтожить одно снаряжение и получить за него, вернуть за него материалы. Ну, для примера, вот у нас лежат карточки снаряжений, и вот материалы, которые нужны для его подчинения. Какая разница? Иммунитет ко всем... Ух ты! Иммунитет ко всем бедствиям, исключая определенное там Скорситис. Давайте, пожалуй, я вот это возьму. Взять два тайва снаряжения. Охота плюс две еды. Что там? Все, у меня охота присоединения. А у меня тоже есть. Она, смотри... Да нет, одежда, да. Эта комната, она будет кушать ресурсы, когда она активирована. И это, соответственно, больше есть ресурсов. Тебя нужно будет скидывать... Один ресурс, а у меня три. Когда она будет у меня активирована. Снаряжение, это вот эти вот штуки. Тоже озвучить, смотри. Да, расскажи, что у тебя. О, прикольно. Четыре амуниции комната дает. Ну, раз в раунд, да. То есть, можешь, если у тебя здесь будет стоять три выживших, ты сможешь один раз в раунд использовать эту комнату и взять четыре амуниции. Четыре амуниции. Четыре патрона. Здесь две консервы, да, это? И... Когда ты выполняешь действия на вот этой локации, да, карга шип, у нас вот здесь в центре... Плюс две консервы и место героя всегда доступно. И вот эти штуки всегда у тебя будут доступны. Я сейчас расскажу, что тебе это дает. Да, их можно занимать. Для тебя при активации этой комнаты они будут всегда доступны, любые вот эти ячейки. А, ну я заочно взял так. Так, здесь у меня уменьшение радиоактивности на один. И здесь у меня airlock, ну, вот это перпонентная вентиляция. Да, вот этот шлюз, да. Все, остальные мы скидываем. Да, остальные я скидываю. Ну, у меня также взят один airlock, авторепейер плюс один эквипмент. Автопочинка одного снаряжения, это очень хорошо, да. Один выживший каждый терн. И search tiles. Поиск, да, поисковый в городах. Вот. Мы определились с комнатами. А уже прошло 10 минут игры. А игра еще не началась? Игра еще не началась, да. Ну, правила я постараюсь максимально объяснить. Поэтому уж настроитесь. Можно на примере первого входа, как бы, да? Нет, ну сейчас у нас идет, это еще этап подготовки. Мы должны выбрать свои стартовые условия. Поэтому очень важно заранее знать, на самом деле, какие эффекты вы... Потому что это на всю игру выбор вы делаете. Это ваши стартовые условия, держи. А нельзя разломать комнату и новую построить? Нет. И они у вас уже сейчас как бы поломаны в вашем убежище. Вот. Здесь есть два лидера. Что они дают? Вы должны себе выбрать одного из лидеров. Ну, у каждого лидера есть имя. Да, вот у меня Солен Ливрич. Праулер, я не знаю, как переводится. Тридцать два года. Свифти Бингем, инженер, девятнадцать лет. Обращаем внимание на возраст. Тот лидер, который среди нас будет старше, он получит жетон первого игрока. И, соответственно, право действовать раньше. Это первое. Дальше. У каждого лидера есть стартовое снаряжение. Вот оно внизу нарисовано. Это то, с чем он начинает игру. То есть, вы сразу получите вот эти материалы к себе в убежище. И соответствующие карточки. Вот эти вот, да. На каждой карточке написано его свойство. Я беру вот этого паренька. Ну, это в открытую, да? В открытую, да. То есть, вы его выкладываете рядом со своим убежищем. Остальные вторые карты сбрасываете. Ну, вы и полицейский офицер. У меня вот Эрин Маккарти. Это глаза ходит. Давайте возьмем ресурсы, которые там. Ну, клади. Я тебе выдам. Вот этого я скидываю. Второго скинул? Да, да, скинул. Эрин Маккарти. Начиная с двумя воды. Вот сюда вот. В хранилище помещается. И с канистрой. Канистра там, да. Джерри Кэн. Джерри Кэн. Надо еще попробовать ее найти. А Эквип, он на ней висит? Или это как бы очень доступно? Он у тебя сломанный. Тебе надо будет его починить. Ну, вообще, он у кого-то конкретного, этот Эквип? Нет, это общее снаряжение. Оно у тебя поломанное лежит вот с левой стороны от твоего убежища. Ты вниз будешь класть. Да. Так, две воды и смотри. Вот ты смотришь как бы на эту карту, вот как я сейчас, да. То есть, нужно ее повернуть, вот чтобы центр был вот. И помещаешь своих человечков вот этих в соответствующие зоны. Не важно, с какой цифрой. Сам выбираешь, с какой цифрой, куда кого поместить. Ну, давай. Ну, пока что... А, еще рано? Я расскажу по свойствам локации, давай, потом выставим. Как у нас вообще проходит игра, потом мы примем решение, как их выставлять. В смысле, я же не могу выбирать, у меня однозначно эти локации. Однозначно эти локации, просто куда с какой силой пойдут. А, хорошо. У тебя? Три сайлент перка. А, Blackwood, там, что-то там, да. Из Blackwood три штуки. А, это случайные, значит. Ты берешь... Три. Ну, вот этих вот жетонов, да, можешь по одному тащить. Ну, в принципе, не важно. Нет, там Blackwood, Blackwood и один пик. Ну, я думаю, что это имеется в виду, что ты можешь сам выбрать, откуда. Ты вот так вот открываешь их и берешь дерево. Один патрон. Дерево, патрон. Два патрона. Два патрона. И фонарик. Ты не оттуда взял. Положи туда эти два патрона. Вот так возьми. И фонарик. Фонарик. Шашлайт. А патроны тоже являются ресурсами, да? Патроны, это амуниция. У нас есть провиант, амуниция и материалы. Амуниция, это вот это. Провиант, это вода. Еда и консервы. И материалы, это микросхемы, дерево и железо. Металл. Так, у меня один патрон, две микросхемы и, короче, этот, ноутбук, макбук. Полезная штука в этом мире. Вообще полезная. Помню, родное дело. Я в очереди видел. Всем уверены, что скоро конец света и всем нужен полезный. А какой же я хакер без ноутбука? Ну, я, короче, не буду сейчас особо заморачиваться. Я поставлю. А, уже можно ставить? Да, на самом деле, когда ты получаешь лидера, можно выставить. Ну, давай, ладно, хорошо. А в каких пределах ставить? Да, тоже, что, куда, зачем? На клеточку, да, ставить? Да. Причем лежачий. Давай положу, чтобы цифры были всем видны. А это, это важно. Они здесь, у них есть два, две позиции. Они могут лежать, могут стоять. А кораблик это отдельная локация? Отдельная локация, да? Кладешь именно вот сюда. А, нет, они же не занимают, что пока ячейки, да. Кидайте. Ну, это сюда и что у меня еще там? А, и вода. Вода сюда. Ну, если захотите, поменяйте местами, но сейчас пока мы не будем. Мы не будем на этом особо останавливаться. Деревяшка в город, в город пойдет. Все, мы выбрали лидеров, выбрали комнаты, снаряжение поломанное взяли. Значит, дальше. Остальное я все подготовил. Как проходит игра? У нас, как я уже сказал, будет 6 дней, в процессе которых у нас каждый день начинается с рассвета, когда обновляются ресурсы на поле. Вот сейчас уже я это сделал. У нас выложены вот эти вот ресурсы, которые будут каждый день добавляться, но не больше вот этого количества. Так как мы играем втроем, вот это вот смотрим на вторую цифру, столько ресурсов вот этих в каждой локации у нас в начале дня добавится. Снаряжение вот это, да, лежит уже в городах. То снаряжение, которое мы не соберем, эти три тайла скинутся и, в общем, снаряжение обновится в любом случае. Хоть мы его собрали, хоть нет. Вот в этих стопках городов, как я уже говорил, это жетоны поиска. Каждый раз у нас скинутся два и останется стопка. То есть вот уже меньше вероятности достать вот из этой стопки вот это снаряжение. И каждый раз, когда мы будем отсюда тайлик доставать, мы будем его открывать, то есть все будут видят. У них здесь одинаковый набор тайлов в каждом городе. То есть здесь меньше вероятность взять консервы и понизить радиацию. Здесь меньше вероятность найти микросхему и меньше вероятность найти ничего. Это понятно. Так здесь могут быть микросхемы, лес, вода, дерево, в общем, все доступные ресурсы. Мясо может быть и так далее. Также здесь на поле есть вот такие вот тайлы охоты. То есть, да, вот в этих вот местах, в трех, можно поохотиться. Эти тайлы ограничены. Когда мы убиваем эту дичь, она уходит на совсем. Больше она не обновится. Дальше. Итак, днем, то есть на рассвете мы обновляем поле ресурсов. Дальше наступает фаза дня. В начале хода мы открываем первое событие и смотрим, что у нас случилось. У нас радиоактивное облако прилетело. И событие сразу вступает в силу. То есть, вот, рассказываю по этому событию. Это бедствие, да, они все накапливаются. На следующее утро у нас будет уже два события, если мы это не решим. И они действуют все. Сначала это, и потом все нерешенные тоже, их эффекты применяются. Его решить можно будет вечером, ночью. Скинув вот это количество припасов, вы забираете себе карточку. И вот это количество победных очков вы получите в конце игры. Это делает один человек. Причем там в порядке очереди будет, начиная с первого игрока, у каждого шанс справиться. Кстати, у нас первый игрок, самый, у кого лидер старый. У меня 23. У тебя 17. 17, мне 19, 23, и ты первый игрок. Восхититель. Это же замечательно, Кэти. Итак, каждое убежище повышает на два свой уровень радиации. Прилетело радиоактивное облако, сразу так раз, два. Персиков, может, разделим. А, кстати, мы в начале игры еще должны были выбрать, какую комнату мы построим. То есть одну сразу переворачиваем, и можно сразу в нее выставить вот этих чуваков. Из стартов, или из четырех вот этих тоже? Любых. Из всех семи. Можно их отправить вот в эту комнату, чтобы они сдерживали радиацию. Это надо было сделать до того, как я открыл эту карту, на самом деле. Ну, в Airlock ты имеешь в виду? В Airlock, да. Не важно, какая. А я вот эту комнату активирую. Короче, у меня иммунитет ко всем бедам, кроме Scar Cities. Не знаю, как это переводится. Шрам, город Шрам, не знаю. Ну, хорошо. Последнего человека куда-нибудь отправить тоже надо. А его можно куда-то? Да. А можно его вот сюда отправить? Можно, да. Можно оставить в шлюзе кого-то. Ты сначала заполняешь верхнюю. Можно, то есть... Сначала верхнюю заполняешь, потом нижнюю. А он может просто где-нибудь тупить и все, да? Нет. Ты обязан его либо в комнату отправить, либо вот сюда. Ладно. А эти тоже же требуют? Эти тоже требуют. И требуют они вот это. Две консервы, да? Ну, они требуют в любом, этот... Либо одну воду и консервы, либо мясо и консервы, либо две консервы, либо... Две чего-то. А, неважно чего? Две чего-то. Ну, понятно. Две чего-то из этого. Два чего-то. Да. Вы в фазу ночи должны будете обеспечивать провиантом ваших выживших. Если у вас не хватает провианта, за каждый недостающий провиант, вы будете одного из своих выживших скидывать. Угу. Как его скидывать. Вот. То есть... И причем мясо у вас портится, консервы не портятся, и вода вся, кроме двух, тоже портится. Ну, я до этого еще дойду. Чудесно. Итак, все. Мы выбрали, да, активировали комнату. Дальше. Обновили поле, открыли бедствия, повысили радиацию. Соответственно, каждый увеличивает на два. Но на меня не действует, потому что... Это прям сейчас надо делать? У меня иммунитет ко всем событиям. Да, да. Эффект событий действует сейчас. Ну, а вот на один, если airlock, один permanent ventilation. Да. Как это влияет? Только на один повысили. Ну, ты используешь эту комнату, да? Да. Но радиация потом еще будет в конце хода действовать. Ты используешь ее сейчас. А сейчас она почему? По событию. По событию на два. А потом еще в конце дня на один. На один, да? На один, да? На один повысили, да. Да. На тоже airlock. А airlock от этого сейчас, по-моему, не работает. Так а от чего он работает? Один permanent ventilation. Он просто повышает уровень радиации на два. Вы не можете сейчас airlock пользоваться, по-моему. Ну, сейчас я посадлю ивент. Что она сдерживает? Airlock сдерживает наплыв радиации в этот самый, сдерживание радиации вот. В фазу ночи. А, ну, я этого не знал. Тогда другую комнату. Ну, ладно, минус два. Тогда другая комната можно? Ну, окей. Ну, блин, да. Тогда действительно. Да, безусловно, какого-то. Search titles. Вот по этим она будет вас сдерживать. Да, да, да. Вместе с этим эффектом. Этот в начале дня, а вот этот эффект ночью наступает. И вот ночью вы сможете понизить этот уровень. Все, мы применили эффект события. Теперь начинается самая интересная фаза движения. Каждый из нас по очереди, начиная с первого игрока, начинает двигать своих выживших. У выживших, как вы уже видели, разная сила. Ну, это не выжившие, это называется отряд. Отряд или герой, hero в английской версии. В нашем переводе это будет называться отрядом, но не суть в том. Вы сами выбираете, кого вы ставите на ноги. И потом вы должны пойти по стрелочкам до двух. То есть, можете на одну пойти, можете на два. Здесь есть пять правил хода. Важно то, что вы не можете закончить ход в том же месте, где начали. Я сейчас все расскажу. Это на самом деле очень просто. Ты мне тут тогда дай. Не можете, а ну с другой стороны, видишь. Памятка здесь, есть памятка по тому, за что начисляются очки в конце игры. И памятка по ходу. Да что ты мне их подсовываешь? Все, отклись. В общем, отряд можно передвинуть на расстояние до двух. Вот по этим вот зеленым стрелочкам. Они ходят. До двух. Единственное, что они не могут закончить ход там, где у вас уже есть ваш выживший. А могут не ходить? Не ходить тоже не могут. Тут второй пункт. Второй пункт, он не может оставаться. Может, должен передвинуть от одной до двух. Не может останавливаться там, где уже есть ваш выживший. Можно двигаться через вашего выжившего. То есть, нельзя заканчивать. Он может пройти через него. И может останавливаться там, где есть другие выжившие. В чем особенность? Те выжившие, которые стоят, они называются активными. То есть, свой ход вы сначала его ставите на ноги, а потом думаете, куда им пойти. И заканчивает ход он тоже вот таким стоячим. В чем смысл? Если заходит в локацию выживший, у которого число больше, сила больше, чем у другого активного выжившего. Например, вот у меня здесь троечка, оранжевый, да, Серега. Поставил его и пришел ко мне в локацию. У него сила 5, у меня сила 3. Это значит, что он на меня нападает. Он всегда нападает, то есть, должен нападать. Не может отменить это действие. Он на меня сначала нападает, у нас происходит бой. Причем эффективность его нападения вычитается его сила из моей. То есть, эффективность нападения 2. Это значит, что я должен ему со своего убежища 2 ресурса за это отдать. Каких? На мой выбор. На мой выбор, но я могу от него отстрелиться патронами. То есть, снизить, каждый патрон снижает эффективность его нападения на 1. Я могу патронов докидать? Ты не можешь. Нападающий, да, только защищающийся. Могично. Только защищающийся игрок отстреливается от агрессоров. То есть, мы убегаем и отстреливаемся, чтобы ты нас меньше ограбил. Эти вслед, короче, в спину не стреляют никогда. Ты не можешь, да, повысить свою силу патронами. Я вижу. Сейчас сниму. То есть, понятно, этот момент важен очень. Да, да, понятно. Важен. Если он лежит, то атаки не происходит. То есть, если ты заходишь в локацию, где вот такой вот лежачий, считаешь, что он спрятался уже, и ничего не происходит. Бой не происходит, и дальше, после того, как все бои решены, причем, если там будет несколько, да, которые слабее тебя, ты по очереди нападаешь на каждого. Угу. Вот, после того, как все бои решены, ты можешь взаимодействовать с локацией, в которую пришел. Теперь давайте по локациям. Вот сколько, причем, действий у тебя, ты можешь столько, вот цифра, да, и количество действий, которые ты в этой локации после перемещения можешь совершить. Мишу все. За каждое действие ты можешь взять по одному ресурсу, который здесь лежит. То есть, соответственно, на ярмарке можно взять микросхему, здесь дерево, воду и так далее. Можно поохотиться. Охота стоит вот это количество действий, которое здесь на верхнем тайле нарисовано. Вот здесь семерка, как раз таки и рассказываю. Патроны можно тратить не только на атаку, но и на охоту. То есть, каждый патрон, это сверху к твоей силе плюс один. Да это что, ноутбук забил. Вот этого вот зверя забрать к себе, нужно пятеркой прийти и скинуть два патрона. Ты забираешь эту семерку, здесь, значит, важный момент вот в чем заключается. Каждый первый убитый зверь этого типа приносит вам вот столько еды. То есть, вот это приносит вам пять мяса. Если вы убьете еще одну семерку, то получите уже шесть мяса. И эти тайлы у вас остаются до конца игры, ну, то есть, чтобы вы знали, да. Здесь, соответственно, четверка, она приносит два мяса и вторая четверка, три мяса и так далее. Про охоту понятно. Мы, допустим, можем пятеркой прийти сюда, потратить четыре на охоту и взять одну микросхему. Вот. И откроется следующий тайл, который здесь лежит. Они не бесконечны. Еще раз напоминаю. А сразу такой вопрос. Я могу пятеркой прийти сюда, взять две микросхемы, потом прийти сюда? Нет. Нет. Ты заканчиваешь движение и действуешь в локации. Пока все не встали. То есть, ты сначала перемещаешь его, а потом у тебя есть пять действий на то, чтобы что-то там набрать, где он стоял, кстати. Вот здесь. Вот здесь. На каждой шипе. Вот. То есть, таким образом мы перемещаемся, пока все наши выжившие не сделают этого. По одному. По... В городах, да. То есть, вы можете за одно действие взять снаряжение. Оно поломанное. Изначально, то есть, вы его кладете слева от планшета, вот здесь. Починить его можно будет ночью. На нем есть еще вот такие вот половинки символов. Если вам удастся сложить из них целую картинку, вот, например, да, вот таким образом, то вы получите в конце игры за это снаряжение одно очко, за это снаряжение и за пару еще одно. То есть, это дополнительное очко, если вам удастся это собрать. У тебя это было, да? Очко это хорошо, да. Вот. То есть, здесь одним действием вы берете снаряжение, оно поломанное, потом его можно починить вот за это количество ресурсов. И можете поискать тоже за одно действие, открыть верхний тайлик и собрать то, что там на нем выпало. Хорошо. На дамбе можно набрать воды, однако вся вода загрязнена и чтобы ее взять, вам нужно потратить одну микросхему. Это не занимает, не стоит действия. То есть, кладете сюда микросхемку и черпаете по одному действию за воду. Это понятно. Типа, взломали систему фильтрации и качаете воду уже сколько влезет. На военной базе можно набрать патроны и здесь лежит вот такой жетончик водорослей. Первый, кто сюда придет, его переворачивает и снижает уровень радиации на один. Это типа антирадийные водоросли. Одноразовая штука? Ну, она потом обновится. Завтра. В следующий день. То есть, тот, кто первый это сделал, тот и получил. Грубо говоря, да. Тот и молодец. Город понятно. И есть вот еще особенная локация. Это сухогруз. Карго-шип. Здесь ячейки можно занять только вот эти, да. То есть, не как в обычную локацию здесь можно остановиться конкретно вот в этих ячейках. Причем конкретно чувачком вот с этой силой. То есть, в пятерке может остановиться только пятерка. Он получает консервы вот в этом количестве. И другой уже не сможет. То есть, все, ячейка занята. И забирает себе вот этого выжившего, которого ставишь либо в шлюз, либо в одну из комнат. Можно будет еще другим путем получить выживших. И тогда они идут только на шлюз. Вот. И есть тут еще шестерка. Сюда можно попасть только с помощью специального снаряжения. Захватный крюк называется. Его пока что нет на поле. Вот. По локациям все. Дальше. После того, как все походили, нужно поставить всех опять. То есть, положить. Положить, да. Все легли спать. Попрятались по норам. И у нас наступает ночь. Ночь тоже в несколько этапов проходит. Значит, первонаперво нам предоставляется возможность справиться. Да, вот здесь есть подсказка на планшете. Первонаперво получает возможность первый игрок справиться вот с этим вот событием негативным. Если он это делает, забирает себе и следующее событие, он уже предоставляет возможность. То есть, нельзя подряд выполнить два вот этих события. Он предоставляет возможность выполнить его следующему в порядке хода игроку. Если я пасую, пасует, например, Серега, то опять, пожалуйста, выполняй второе подряд. Вот. И так далее. То есть, если ты спасал сразу, то я получаю такую возможность. Ну, это как бы понятно, да. Дальше. Мы должны накормить своих выживших. По одному выжившему умирает, если мы этого не делаем. То есть, мы смотрим, да, на свой планшет, какие у нас комнаты заняты и тратим вот это вот количество провианта, да, которое написано на комнатах. Комната даже, где находится хотя бы один выживший, уже требует трату провианта на это дело. С этим понятно. Дальше. Мы должны сдержать радиоактивность. Радиоактивность обозначена вот здесь. В первый день у нас единичка, двойка, 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 тройка и тут тоже тройка. Соответственно, мы смотрим, сколько у нас выживших вот в этом шлюзе. И каждый выживший на один снижает вот это значение. Это понятно. Дальше. Мы можем нанять новых выживших по одному за каждое потраченное продовольствие. Продовольствие это вода, еда и консервы. Скидываем их и берем вот это количество выживших, которых отправляем в шлюз. Сначала в шлюз мы их ставим. Больше, чем вот здесь мы их набрать не можем. Больше, чем здесь место позволяет. Дальше мы можем построить комнаты. Тратим материал, да, в количестве 3. Переворачиваем. И в этот момент мы можем отправить выживших из шлюза в построенную уже комнату. И, соответственно, если мы ее полностью заполняем, она начинает работать и можно уже прямо сейчас или в дальнейшем пользоваться ее полезным свойством. Дальше. Следующим шагом мы можем починить снаряжение. Починка снаряжения – это сбросить вот эти ресурсы. Чтобы обозначить, что мы его починили, перемещаем вот в правую сторону от планшета. Ты, соответственно, вот здесь будешь выкладывать. И оно тоже нам дает свое полезное свойство. Дальше. В завершении мы чистим убежище. У нас пропадает все мясо. Все мясо неиспользованное мы просто сбрасываем. Сохраняем только 2 воды и все консервы. Консервы не портятся. Все. И таким образом у нас начинается новый день с того, что мы обновляем поле. Вот. Так проходит 6 дней. По истечении которых мы получаем очки за следующие вещи. По... Ну, очки мы считаем вот так. В соответствии со всеми карточками, которые решили бедствие, да, мы считаем вот это число. Дальше. В зависимости от числа построенных и заполненных полностью заселенных комнат, мы получим очки в соответствии вот с этой таблицей. Completed rooms – верхняя строчка. И очки выживания ниже. Да, соответственно. Дальше. Мы получаем или теряем очки в соответствии с нашим положением вот на треке радиации. Дальше. Одно победное очко нам приносит каждый выживший. Одно победное очко – каждое починенное снаряжение. И одно победное очко за каждую вот эту вот пару. Все. Это все правила. Ну, погнали. Ну, не стопим. Погнали. Подожди, вот все. Давай. Фух, подожди. Да, ты первый игрок. Я первый. А они все должны повставать? Я не могу игнорить то, что они… Нет, все должны, да. Вот отсюда сюда. Да. Хорошо, здесь лежит товарищ, что ты ничего не делаешь. У тебя есть четыре действия тратишь. А, я могу всеми, да? Можешь поохотиться, можешь набрать микросхем. Нет, ну, а, он… Я сразу это делаю, да? Да. Ты завершил движение, теперь… А, ну, тогда четыре микросхемы. Четыре микросхемы забрал. Хорошо. Так, теперь я. Ох, 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 я фиолетовый. 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 О! Пойду. Возьму… А ты не можешь ходить туда, где твой. Там же твой. Вот сюда пойдешь. Зачем я их так распределил, глупо? А у тебя стартовое распределение. Да, да, да. Герои распределяют. Это сложно, это сложно. Мы тут не при чем. Сложная игра, давайте не будем. Давайте не будем. Да, я пошел. 25 минут, 30 минут правила объяснял. 30 минут правила, я думаю, мы сейчас еще нюансы будем разбирать. Да, естественно. Ну, давай, что? Да, первая игра, давай уже удовольствие просто сыграем, как придется. По фану. По фану, да. Френдли флейк. О, слушай, а давайте я в город пойду. Да иди. Ни на кого не нападаю, но я хочу поискать. О, кстати. Первым действием беру вот эту вот карту доступа. А, хотя у меня тут полно микросхем, зачем мне это? Зачем мне костюм поступить? Давайте я случайных ресурсов наберу. Пять штук. Первый. Консерва. Я по очереди. Я могу в любой момент остановиться. То есть я не сразу пять открываю, а по очереди. Я могу остановиться в любой момент. Я могу остановиться. Первый. Второй дерево. Нет, не можешь. Не можешь. Третий патрон. Оставить, давай. Ты должен оставить. Четвертый. О, радиацию снизил на один. Отлично. Откуда у тебя она была? О. У тебя ее не могло быть, потому что ты ее игнорируешь. У тебя не может быть, потому что ты ее игнорируешь события. Точно. Значит, вот так. Значит, у меня вот так вот ниже нуля снизилось. Я плюс одно... Они в обратную сторону мутируют. Да. Да, радиация на пользу идет. Помогает. И пятое действие. Да, еще один открою. Чего уж там. И металл получил. Металл. Хали. Ну ты с игрока тоже распределить. Так. Зачем они там на него уже? А, ну да. Это ж его. Это ж общий. Да, да, да. Нет, он такой зажал. Не отдам ей свой патрон. Герой крыса. Давай так сделаем тогда. Поднимается вот этот товарищ. Идет сюда. И вы не атакуете. Да, у нас равное количество. Но у меня есть четыре действия. Атака происходит только если приходит в локацию со слабым. Ну, слабее него. А у вас равенство, поэтому ничего. Ну давай, четыре. Да, я вот думаю. Весь животим. Или собрать. Нет, микрочипы мне не нужны. Я охочусь. Получил два мяса. Стреляю вот эту штуку и получаю два мяса. Мне как? Оставлять его себе? Жетон у тебя остается. Кстати, следующая такая же, видишь. Ну, клево. Вообще супер. Вот такой вот молодец. Ну, прежде-то всего, а что? Охота? Еда. Правильно. Встал, вот сюда пришел. И здесь будет у меня плюс два к сердцу. Да, на два тайла больше. О, да он сейчас все тут распотрошит. Ты сразу семь возьми. Ну, смотри сам. Можешь снаряжение. Не нужна тебе снаряга? Четыре. Ну, вот это пять. Металлодетектор, смотри, это на ярмарке, ты будешь брать консерву дополнительно. Вот это пять, значит, шесть, семь. Ого, господи. Ого. Деревяшка. Амуниция. Ничего. Амуниция. Ничего. И микрочип. И железяка. Железяка. Да, вот тебе распределяете там свое добро. Все, нашел. Все мое. На этом вот. Да, это здесь можешь сложить просто, ну, чтобы мы видели, что уже вышло. И, в принципе, можно знать, что здесь осталось. Да. Там, наверное, мясо лежит. Мясо не вдал, наверное, мясо. Так, мой ход, да? Ой. О чем мне надо вообще? Не знаю. У меня воды нет. Ну, я вот знаю, что мне надо. У меня воды нет, но есть микрочип, поэтому мы пойдем за водой. По воду надо говорить. По воду пойдем. А если я более слабо могу его прогнать из пистолета? Нет. Три, четыре. Я думаю, в постапокалиптическом мире за водой не ходят, а пойдет по воду. По воду, да. Все-таки, да. Скоро мыслом. Скоро мыслом. Можно, да? Ходи. Ну, поехали. Поехали тогда. Вот этот встает. Идет раз, два. Ничего не происходит. Ничего не происходит. И... Какие-то вы все мирные. Ну, я однозначно заберу вот этого. Я могу трех же каминать сюда прийти с пистолетом. Однозначно заберу вот этот access card поломанную. Ага. Она мне пригодится. И у меня еще четыре действия. Ну, мы их можем помешать. Они замешиваются или нет? Нет. Они в следующий день замешаются. А, тогда я просто забираю все, что осталось. Да? Да. И там? И там Holy Water. Святая вода. Святая вода. Очищенная. И еще термальный сенсор, который мне надо починить. Как у меня. В общем, термальный сенсор что дает? Ты в охоту выбираешь свою добычу. Чу зьёкори. Вообще отлично. В смысле, я смотрю всю пачку. Да. Берешь то, что тебе надо. Отлично. Перемешиваешь и выкладываешь. Берешь то, что тебе надо. Ну, в стол. На троечку и одну консерву взял. И один мужик сюда пришел. Консерву. Консерву. Веда, сядут себе сдохнут. Погущенная витаминами. Микроэлементами. Микроэлементами, да. Дерево, кстати, не портится. Можно дерево набрать. Да. Три деревяшки взял. Чё-то поохватился на них. Да, стримя. Не пробью, да. Да там какой-то этот мамонт мутированный. Там коготь с мелки. Ходи. А, да. Хожу. Встал. Пошел сюда. Три металла забрал. Угу. Встал. Пошел сюда. Застрелил. На тебе патрон за это. Кого застрелил? А. Животинку. Дай два мяса. Сколько? Два? Два. Животинку. 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 Так, так, так. У меня тут один. Пить не будут. Будут есть. Да там побольше. Да там побольше. Вода нужна. Ну ладно. Я металла наберу на будущее. Такой петь. Такой в шлюзе в этом. Такой обгоревший лежит. Такой петь. Ходи. Хожу. У меня вот последний остался. Ну хорошо. Я встаю. И иду сюда. Беру три дерева. Конфликта нет. Да никого нет. Все. Все легли спать. Как это не печально. Что-то у меня два. Смотри. Теперь ночь, да? Ночь. Первым делом у Володи есть возможность разрешить вот эту проблему с радиоакцией. Проблема осталась с вами. Четыре микросхемы и два металла. Металла у тебя нет. Поэтому да. Проблема осталась с вами. А мы не можем обмениваться? Нет. У тебя тоже нет. У меня тоже нет. Проблема осталась. Дальше у нас нужно кормить выживших. Ну давайте на моем примере. За этого я сбрасываю воду. Одну. Одну. Я не сюда положил. И вот у меня одна комната активирована. За которую я должен на выбор. Ну короче два чего-то. В сумме два. Ну я еще две воды трачу. Все. Я всех своих накормил. У тебя. У меня одна вода. У меня смотри. Одна вода. И здесь три. Я трачу два мяса и одну воду. Классно. Мои двое пошли пописать. И не вернулись больше. Умерли. У меня нет воды. Одной воды нет? Нет. Печаль. Но два мяса у нее есть. Так тебе нет. Смотри. Тебе не хватает одной воды. Поэтому у тебя один только погибает. Один еще пописать. И два мяса сырых съели вон там в комнатке. А у тебя тут никого нет? А вот здесь? Вот они там сидят. А друг друга можно тут есть? Людей. Ну это в дополнении каннибализм будет. Так и будет называться. Аутлив каннибализм. Аутлив каннибализм. Хорошо. Ждем. Ждем с нетерпением. Да, конечно. Не просто напал, а еще и съел. Теперь можно, нужно вернее, сдержать радиацию. У нас радиация один, в шлюзе один, в шлюзе один, в шлюзе один. Все. Радиация ни по кому не бьет. Теперь можно построить комнаты, заплатив три материала за каждую. Три материала любых, да? Да. Ну хорошо. Я тогда потрачу два дерева и металл. И построю. Я тоже построю. И построю. Что-то такое построить интересное. О, я знаю, что я построю. Я рум конструкция. А смотри, я построил комнату, когда я смогу переводить этих самых... Как только они появятся. Вот следующим ходом. Не, я могу этих же взять и в другую комнату переназначить. Нет, переназначать нельзя. Ты из шлюза только помещаешь на вот эту комнату. А, я понял. А я получаю одного survival каждый ход, это типа вот сюда. Да, да. Это действие твоей комнаты, правильно я понимаю? Она у тебя активирована, поэтому... Нет, у меня ее нету. Она будет... А. Я не знаю, что будет, если я поставлю. А, да, да, да. Один раз в день это действие делается. Тогда... Да пусть будет вот эта комната, снижающая радио. Вот, трачу, короче, два дерева и металл. Готово. Потрачены. Так, теперь что? Fixed equipments. Чиню. Чиню... Канистру. Трачу два металла и дерева. Трать? Вот, да? Да, я сюда ее помещаю. Отлично. Два металла и дерева. Держи. И вот, канистра у меня есть. То есть на дамбе я плюс одну воду, да, могу добывать? Да, да, все верно. Хорош. И все, да? Ты закончил. И clean shelter почистить. Ну, подожди, ты уже вперед забегаешь. Это все, типа, мы должны одновременно... Ну, ты можешь... Можно это делать каждый сам. Главное, чтобы, ну, все правильно сделать. Нет, я просто вот по списку иду. Вот, я потратил два этих, одну деревяшку. Построил комнатку. Комнатка будет. Так, к этим у меня, в принципе, иммунитет, поэтому... На радиоактивное облако мне все равно. Что дальше будет, я не знаю. Давай solving events, наверное. А откуда еще можно этих выживших привлекать? Вот только с корабля? Вот, ты же пропустил ход наем новых выживших. После сдерживания радиации до постройки комнат можно нанять выживших. Рекорд сурвиверс плюс... За еду. Комодити спинт. А за воду? Ну, и за воду, да. Комодити это еда, вода и... Ну, еда и вода. О, еда и вода. Слушай, а я найму, наверное. Да, я тоже найму. Вот, вот, на водичку. Вот, я вот эту... Одну, правда, вот воду, да. И мне тоже одна вода осталась. И починил... И мне тогда одна вода. Я в шлюз, да, правильно? Отправляю. В шлюз? А из шлюза на постройку может... Я починил металл-детектор. Угу. Все. Я вообще все, я не... За одну еду можно... Я, наверное, еще выжившего найму. Да, нанял одного выжившего. Он умер зря. Будет еще один. И отправлю их вот сюда. И теперь постройка комнат у меня на один дешевле. О, один всего будет стоить. Я... А, там можно всех... Теперь я чиню вот эту штуку. И теперь я могу выбирать добычу. Это моя добыча. А металл-детектор просто... Ты получаешь... Когда металл-детектор? Вот здесь, на ярмарке? Fair. Это вот здесь. Fair. Я думал, он на металле. Это ярмарка. Это даже... Ты подходишь к барыге такой... Есть чё? Он такой... Да, вот эти микросхемки. Подожди. Такой... Пик-пик-пик. У тебя консерва есть. Да. Все. Теперь, значит, сбрасываем все мясо, две воды и оставляем. Волей ничего нет. Хорошо. У меня тоже. Вы хорошие специалисты. Поэтому у нас начинается новый день с обновления поля. Эффективность. Сюда приходит выживший. Здесь надо четыре воды. Сюда шесть. А, восемь. В смысле всего. Вот эти все замешиваются, штуки? Да. И два случайных сбрасываются. Пока мешаем. Воду я положил, положи там. Сейчас в город. Сбрасываются ими? Не, не, они мешаются, а два... Перемешиваются и два в открытую сбрасываются. То есть мы должны видеть, что... Это мы не найдем. То есть их не будем. Да. Это обновляем. Я тебя понял. По три на каждый город. Значит, амунишн скит пришел. На военной базе плюс два патрона добывается. Этот на военной базе добывается две микросхемы. При помощи фомки. При помощи фомки, да. Бензопила была в лесу. Технологичная фомка. В лесу два дерева. Фонарик. Фонарик. Я знаю. Действием в городе можно взять одного выжившего. Да, я видел. Канистра и рюкзак. Рюкзак на ярмарке плюс две микросхемы. Вот такой вот у нас неудачный городок. Там нет консервов и нет дерева. А здесь в этом городе нет. Я верхнюю и нижнюю взял. А, ну давай. Консервов и микросхем. Консерв в городе больше нет. Все остальное есть. Там знаешь что, я сейчас скажу. Интересно, откуда оно там берется. Вот мы пришли, так и облутали все. Метра бы ничего не все облутали. А, значит не все просто. Там метра большое, пока все облутали. Да, да, да. А рядом Лео Мерлен еще построили. Тут есть список того, что в городе вообще можно найти. Вот. Но это не важно. А мы все это видели. Не надо, убери. Ну, тут я хочу сказать. Не, ну мы все это реально видели. Прошлый фат, мы все. Да, здесь только две пустышки. Две пустышки, остальное все разное. То есть вот это вы уже в принципе в городе не найдете. Вот ведь все. Все, мы все обновили, поэтому новое событие и грабители. Короче, уменьшите на ярмарке количество микрочипов. Три игрока, три микрочипа отсюда грабители украли. И так будет с каждым. И так будет каждый день. И на два повысилась. И это будет. А у нас повысилась радиация. И радиация на два. Ну мне, а, мне все равно. А у нас повысилась. На меня это не действует, а у вас повысилась. Такая полезная комната. Слушай, ну какая-то она слишком полезная. Слишком. Имбовая, да? Честно, да. Она реально. Иммунитет к любому событию. Исключая какое-то одно там. Иммунитет к чему там? Иммунитет ко всем событиям. Исключая, ну кроме Scar City. Не знаю, что это. У нас такого нет. У нас этого пока нет. Ну да ладно. То есть вот первая выпала радиация. И все. И у нас сейчас начнут дохнуть люди уже. Да. Скоро. Мне кажется, таймбовая комната. Слишком. Реально. Слишком какая-то такая. Авточоезд такой. Да. Ты его сразу берешь. Автовыбор абсолютно. И там никогда оттуда люди не уходят. И люди не уходят, да. Возможно, она просто именно к первому событию. Второе на действии. Не, ну комната-то стоит и люди-то в ней сидят. Вот сейчас. Ну уходи. Че, пока поднимай там своих. Ага, сюда. Я ищу эту комнату. А ее нет в списке, кстати. А я ее сам нарисовал. Сам нарисовал. Ходи. Иммунити твейни. Сейчас, я просто ищу. Я хожу, но я ищу иммунити. А, Tuscar City Events. То есть, ну естественно, что вы не можете отменить те события, которые действуют вот как вот. Грабители, которые на ярко... Которые на карту, короче говоря. Да, которые на карту влияют. На общую карту влияют, да. Ну я понял. Блин. Ну, честно, да. Я понимаю, что может эта комната... Она там одна или их там даже несколько вколов? Одна такая. Одна. Ну вот она кому-то попалась и все. А если играть вчетвером, так она с большой вероятностью. Да, да. Мне кажется, что лучше ее убрать вообще из игры, играть без нее. Ну это на ваш выбор. Нет, ну она слишком такая. Слишком. У тебя вон в плюсах уже. Не страдать вот от этого, когда все страдают, это реально как бы ну... Ну, ходи. Ну посмотрим, да. Ходи. Я хожу, я хожу. Так, а мне надо теперь много провианта. Провианта надо много. Мне надо охотиться. Надо охотиться. Да пусть я пьют. Надо охотиться. Хопа. Хопа. У меня есть, ну собственно говоря, два патрона. Я скидываю и беру вот эту семерочку. Получаю пять мясца. Убил я этого клыка смерти. Когтя. Затарил. Такой вопрос. Если я сейчас беру, поднимаю троечку, иду сюда. Так, то ничего не происходит. Ты как бы прокрадываешься и они тебя не видят. То есть драка наступает только в тот момент, когда сильный заходит в локацию к слабому. Ну все, договорились. Поднялся. Пошел, забрал. А, не забрал. Микрочип, да? Микрочипы нужны. Только микрочипы. Их нет. Микрочипы нужны. Ладно. Тогда... Пу-пу-пу. В город идут. Нет, тогда я сделаю вот так. За патронами. Я пойду, поднимусь пятерочкой, нет, поднимусь четверочкой, приду вот сюда, заберу человека и заберу... Одну консерву? Не одну. А, две консервы. Не две. У меня плюс две Can't Foods and Heroes Space always available. Да, да. Четыре он получает пятерочкой. То есть, да. Четыре консервы. Неплохо. Ладно, храниться может долго. Еще не портится. Да, еще не портится. Вот такой вот поворот. Да это имбовая комната какая-то. Да, они все имбовые. Я всегда могу прийти на корабль, забрать там на две больше консервы. Они все имбовые. Пошел сюда. Сейчас посмотрим. Взял первым. Она поломанная. Да плевать. Это одно. Осталось четыре. Ничего. А, нет, микросхема, патрон, железяка, минус одна радиация. Ну, все, уходите. Так. У меня есть тактика, и я ее придерживаюсь. У меня есть какая-то тактика, и я ее придерживаюсь. Да, у меня... Так, а мне надо еще поохотиться. Я нашел вторую часть от твоей фонарика. Фонарик и бензопила. Чтобы поохотиться, мне нужны патроны. Патроны. Фонарик и бензопила. Ну, так почини это сначала. Ходишь и светишь. А у меня, извините, канистры... А, это доступ, access card. Free access. А, это я могу... Ты не сбрасывая микросхемы, можешь воду набирать. Но она у тебя... Мне надо починить ее. Надо починить. О, сука. А как ты сюда пришел, если циолеты уже... Да. Я вот сюда пришел. А вот этот? А это что такое? Я не мог охотиться. Ты не можешь охотиться. Ты все время забываешь. Ты второй раз уже забываешь эту штуку. Сам рассказывал, сам забыл. Такое ограничение принципиальное. Ну, тогда я вот это возвращаю. Блин, вы видели это что-то? Не важно. Блин, ну ты... Я не могу отыграть этот ход. Подожди. Подожди. Я сейчас вот этот, тогда уйду... Нет? Тогда вот сюда иди. В прошлый раз ты охотился. Тогда я вот сюда иду. Беру три консервы и выжившего. Да. Три консервы тоже неплохо. Угу. Ты не можешь охотиться. Вот теперь ты ходишь этим. Вот я походил. Все, я патроны взял уже. Хожу я. Верно? Я встаю, иду сюда. Охочусь на четыре, так как у меня уже есть четверочка. Я получаю три мяса. Три мяса. Это одно действие. И микросхему забираю, конечно же. Ну, четырёшь ты. Сколько? Подожди, ты охотишься пятеркой? Ну, четырёшь. На четверку. И одно действие. А, все правильно. И забираю на микросхемку. В холодильник посунуть. Ага. Блин. Угу, делается. Угу, делается. Прикольная у нас живность осталась. Зато прикинь, всю перебить тут до конца. А, нет, мясо портится. Встал, раз, два. Будем ещё чего-нибудь найдём. Мясо портится. Чего-нибудь полезное. Нет никакой комнаты, где можно было мясо хранить? А, возможно, есть. Или, знаешь, там из мяса консервы делать. Да, да, да. Прикольно было. Возьму одну и четыре. Короче, этот, знаешь... Ты говори, что там. Минус одна радиация. Ну, сразу отмечай. Одна вода. Ещё один патрон. Одна железяка. Два патрона, железяка и вода. Ну, по городам, в общем, ходит. Да, он такой поисковик, короче, на рандомчик там чё-нибудь. Чё-нибудь хоть чё-нибудь. А там плохое есть чё-нибудь? Там плохого ничего. Пустота есть. Ну, это... То есть действия просто стратишь. Ходи. Так у меня плюс 2x варило, я думаю. Угу. Хожу по городам. Ладно. Так, ну, в принципе, едой я обеспечен. С водой не очень, да? Ой, я обеспечен водой. Я их всех напою. Никто не будет есть. Обмани желудок. Знаешь, называется? Пей. Я есть хочу. Пей. У всех есть много воды. А, ну всё. Этот встаёт и идёт за микросхемами. Три. Неприятный субъект. Угу. Встаёт, идёт по воду, тратит микросхему, получает 2 воды. Ой, 2. Потому что у меня канистра, дамбо плюс 1 вода. Ну, значит, 4 воды. Нет. Плюс 1. Плюс 1. Ну, он же третий силы. И чё, у меня микросхем больше нет. И чё? Нет, из-за одной микросхемы я даже не делал. А, сколько? Да, всё, всё, вот забрал. 4? Ну да, конечно. Ну, ничего с тобой делать, а. Что-нибудь с этим делать. А, ничего уже не сделаешь. Я тебя к этими консервами откуплюсь. Мне вода нужна. Раз, два. Нам надо разрешать вот эту ерунду с радиацией. Получим. Мы просто нам это не... А, чем? Микросхемы все забрали. Молодцы вы. Ну да, они молодцы, потому что там эти, грабители. Да, они в следующий раз прибегут. А, смотри, и они будут тырить у нас микросхемы. Я их застрелю. А микросхемы требуются... Я застрелю грабителей. Каким образом? Ну вот тогда он молодец. У меня есть чем. А, в радиацию мы все равно отходим. Выходи. Потому что мне самому микросхемы нужны. Нет, вот феоритовый грязненький. А еще один, еще по одному. Да, блин, я вот теперь не знаю. Мне бы на дамбу попасть, но там воды нет. Все, все скачали, гады. Выходила. А здесь выходила вода? Мне хотя бы одну достать. Да, выходила. Выходила? Да, вышла вода. А до этого города я не добегаю. Понимаешь, чем прикольно. Печально тебе. Ну да. Нечего было жадничать, бегать за консервами. А тут наберу какую-нибудь фигню. Пустота выходила? Пустота здесь не выходила. А, ну так значит тут две пустоты лежат. Три. Там три пустоты. Да не может быть. Нет, здесь значит две пустоты и что-то одно. Что-то одно это... Фонарик, забирай фонарик. А, патронов два, кстати. Да. Там какая-нибудь фигня мне ненужная абсолютно. Сюда я пойти не могу, на дамбе делать не... А у меня только это и остается на самом деле. Я играю в Fallout. Вот видишь, у меня много патронов, я бегаю по городу. Город плюс один выживший, дамба плюс одна вода. Очень полезно. Давай, ладно, возьму. Дамба плюс одна вода, вполне себе. У меня она просто стартовая была, я ее починил. Первое действие, у него еще два. Ну давай попробуем. Проверь свою удачу. Пусто. Первое. То есть и еще одно. Что? Я счастливчик. Что же пусто? Повязалось. Просто чисто интересно. Было фонарик забирать. Так, и последнее. Что там было? Деревяшка. Деревяшка. Деревяшка, мне бы пригодилось. Просто чисто интересно. Заодно никто не дойдет. Вот, говорит, красный. Даже не знаю. Что, патроны можно набрать? Ну, у меня же одна радиация может снизить. Какой вариант? Встаю, иду сюда. Одно действие потратил, два патрона. Потратил, два патрона забрал. Ну, на один и тридцатацию понизил. Одно действие потратил, два патрона забрал, а у тебя пришла тройка, да? Один вот это и два патрона. Ну, все. Разрешение событий я не могу. Все, все легли. Все, все оближает. Ты не решаешь, я решаю вот это. Нет, подожди, стоп. Это я как раз решаю. А, да. А это радиоактивное облако я не буду решать. Три и два. Я не могу. И смысла нет, я не могу. Забрал. Забрал. Я офицер полиции, я должен справляться с бандитами. Хорошо. Где там визи в сектор, он должен справиться? Накормить, да? Накормить. У меня померла без воды. Так, погнали. Смотри, здесь я им сколько должен? Сюда воду. И сюда. Две воды. А сюда тоже воду надо? На каждый ряд, видишь? Заполнен. Вот этот ряд нет. Вообще начатый. Хорошо, две воды. Теперь за комнаты. Так, за комнаты три еды. Ну, я три мяса им, конечно же, скормлю. Мне не хватает. Все, я скормил три мяса. А можно нанимать за воду людей? Живем, пацаны. Да, за воду можно. Ой, замечательно. О, слушай, а тут ты видел, что двусторонные жетончики жителей? Да, там у меня все жетончики. А вот я думаю, можешь создать общество чисто из всех мужиков. А потом все в кучу, в одну комнату лужики, чтобы в будущее не наступило. Суровое такое, мужское, спартанское. Блин, а чё ж я так? Напоил, накормил. Видишь, надо четыре, а у меня три. Ну и трех этих нанял. Я что-то вообще сплоховал в этот ход. Трех рабочих нанял. Потому что вот не дали мне считырить с охотой. Не, ну это очень был очевидный чит. Ну да. Эх, придется кому-то умереть. Вот я всю воду потратил. Вообще ничего не оставил. У меня много живых жевших. Кучи живших. Ну и естественно вот этот мужик умрет. И за три деревяшки я даже рюкзак себе сделал. Рюкзак, например. А ты говоришь, крафтить нельзя. Вон рюкзачок. Во, я канистру, кстати, скрафтил. А, дерева нет. Подожди, давайте по порядку идти. Смотри, Handle Radio Activity. Fit Survivors. Я накормил. Я тоже накормил. Я тоже накормил. Остановить радиацию. У меня два. Handle Radio Activity. У меня три. У меня два. У меня никого нет и два. То есть на два у меня уровень повысился. У меня два этих. Три этих я нанял. Секундочку. Секундочку. У тебя на пять снижает уровень. На два. Этих я только сейчас нанимать буду. Ну все, ноль. У тебя. Все, ноль. У меня. Я только встрял по радиации. Все. Рекрут Survivors. Нанимаете. Я найму двоих. Я найму. Так, смотри. А я отсюда могу перетаскивать. Отсюда могу. А когда я могу это делать? Сейчас. Вот сейчас. Вот ты смотри. Ты нанял. Потом вот в фазу пять. Ты строишь комнаты. И можешь сразу занять. И распределить этих. У меня одна вода. А нанимаю я когда? Вот сейчас? Рекрут Survivors. После радиоакции. Вот. Все. Я трачу три консервы. И нанимаю троих. Ну это надо будет сейчас напоить. Нет. Нет. А, нет. После кормежки. После кормежки. Идет рекрут Survivor. Блин, тут опять. Мальчик-девочка. Мальчик-девочка. Все девочки ушли в комнату. Все. Погнали дальше. Они там минус два. Build Rooms. Да. Устройка комнат. Ничего я не строю. Волк, устроишь комнаты? Нет. Я починил рюкзак. И в этот же момент я могу их перенести в комнату. Да. И из какого ряда я беру? Ну по порядку. И теперь с конца. Да. А комодити это что? Комодити это провизия. А, это вот. Это вода, еда. У меня просто минус два материала. Вода, еда. Вода, еда. И все. Сделал просто все. Материалов там было много. То, что едят и пьют. Это комодити. Так. Так, когда у меня эта комната вообще работать начинает? Сразу, как только ты выставил, ты можешь сразу воспользоваться. Ты первый игрок. А, ну декрессеры, деактивис. Нет, ну это уже было раньше. Кстати, а я первый сюда пришел, по идее? Нет, он первым пришел. Я первый. Оранжевый? Да, он первый. А я же там переигрывал ход, ничего? Или он все равно? Он пришел на ход вообще. Ну ты, короче, да. Короче, когда я могу эту комнату воспользоваться? Что там? Декрессеры, деактивис. Один раз в любой момент, то есть один раз в день ты можешь это сделать. Кто же сейчас можешь, да? Вот. Поставил и можешь сразу использовать. Уменьшил. Да, есть. Все, чистим. Да, clean shelter, все мясо сгорело, две воды оставить. Ничего не осталось. Все консервы оставили. Все потратили. Да, отлично. Все, следующий день. Следующий день. Обновляем поле. Дай мне патронов, я сразу их накидаю здесь. Давай. Здесь нет воды. Нет одного патрона, но один патрон там остался. Так, и снаряк. Снаряк, давайте смотреть. Значит, шотган. Охота плюс одна сила. Ловушка. Тоже охота плюс одна сила. Понеслась ловушка. И еще одна ловушка. Тут прикол в том, что вы не можете одинаковое снаряжение собирать, оно не суммируется. То есть два шотгана нельзя. Вот шотган плюс ловушка. И плюс они, кстати, комбятся. Сразу вот так. Опа. Плюс одно очко. И вторые там три. Так, а здесь у нас нету дерева и металла. Вот это вещь. Экзоскелет. Бесконечное перемещение. Ты можешь чувака поднять и в любую точку попасть. Ну да, это штука есть. Рюкзак на ярмарке плюс две микросхемы. И амунишн кит на военной базе плюс два патрона. Вот так. Ходи. Так, подожди, ходи. А, ивент. События у нас номедс. Кочевники. Уменьшите тайлы поиска, доступные в городах, на три. То есть вот так вот мы делаем. Открываем. Раз, два, три. Ничего. Воды нет. Пилюн. Пилюн с радиацией и патрон. Ну, здесь нету консерв, деревяшек, ничего. Решается очень просто за три мяса. Мясо кочевникам накидали. И они убежали вместе с патронами. Сохотает тут у нас. А да, охотится. Ну, в общем, в этом... Я буду охотиться. Я тоже буду охотиться. Я тоже решу это дело за одно мясо. Ну, ходи. Встает. Раз, два. Охота. Трачу два патрона. Так он стоячий, имею в виду. Да. И мне сколько там? Пять еды. Два, три. Четыре. Пять. 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 Встает. Раз, два. Шесть микросхем и консерву. Блин, все микросхемы вытащил. Консерву дают? Да. Я еще с металлоискателем туда пришел. Так, мне надо позаботиться в этот раз о воде. Пока вы ее всю там не вычерпали. Лучше всего. Выживших нет. Еда нужна и вода. Нужна еда и вода. Ну, собственно, да, с этого надо начинать. Да, вообще с этого и началась игра. Нам нужна холодина и вода. А тут вышли пустышки, нет? Нет, пустышек нет. А, я туда и не могу зайти сейчас. О, экзоскелет. О, встал. Пошел. Микросхему слил. Три воды слил. Три воды. Дальше. Ради. Ага. Встал. Пошел. Экзоскелет. Экзоскелет забрал. И еще две. Рюкзак бери. Хорошая штука. Рюкзак. Да мазай только этот 6 микросхем, потому что он охолонул. Ладно, рюкзак. И одно отсюда возьму. Там ничего. Нет, сурвалывал рацион. Это консерва. Ну, ты сюда, Китай. Рацион выжившего. Блин, это все чинить же надо. Ну да, как бы. Нет, ну ты знаешь... Встал раз-два, заплатил микросхемку, получил три воды. Раз-два, три-два, хоть воду, бля. Воды, бля. Так. Что же с вами делать-то, а? Даже не знаю. Да и я не знаю. Что с вами делать? Мне нужно много еды, короче. Вон там, на семерку. Вон, на семерку. Где у тебя пятерка? Далеко в том-то и дело. Вот пятерка твоя. Вон туда идешь и охотишься. Тут шестерка. А тут мой лежит. Ну, уведи его. А патрона нет. А, ну, в принципе, мне лес нужен. Давайте пойдем сюда. Все? Путь свободен. Проблема-то. Так, кто у меня еще не ходил? Вот этот не ходил. Стал, пошел, забрал. О, я сейчас от вас еще и дамажить буду. Да, будешь. О, двоих причем. О, макарина. Ты, пожалуйста. Ты стреляешься от меня? Нет. Нет, у меня ломки. О, патрона. Пять мясов. Три, четыре, пять. Так, ну что? Щеглы. Тенщ. Разница один. Ты что? А если я... Можешь патрон докинуть? А если нет, то что будет? То мне отдаешь что-нибудь. Патрон ты скидываешь. На тебе патрон. Скидываешь. Да, отстрелялся. Хорошо. Теперь я охотишься. Трачу все действия. Докидываю два патрона. А то, что ты пришел с нами биться, это не действие? Нет. Это типа... Нет. Типа так, это мимо шел, по пути зашел. Пять еды. Ура. Ну, у меня тоже. У меня тоже. Я еду тоже под запас. Есть. Первая драка у нас, да? Так, да, состоялась. Такая уж конфликтная, на самом деле. Хорошо. Тогда... Fallout евро. Fallout евро, да. Не, он так вообще атмосферненько. Да, вот там вот даже. Убережье номер один. С правилом на самом деле нет проблем. То есть, когда вот... Стал раз, два... Рассказываешь, сам думаешь такой... Три деревняхи. Как это все в башке уложить? Раз, два, пришел, взял выжившего, одну консерву и ход. Да, забрал. Так, у меня четверочка одна осталась. Угу. А что мне надо вообще? Не знаю. Да это вот здесь не вкапанное поле. Раз, два... Да мне, блин, выжившего. Можешь поохотиться. Можешь поохотиться, но там. Да уже много. Уже все. Уже много охоты. Ну, там только... Или копать. А у меня, в принципе... Или копать, или же металл. Здесь что выходило? Пустышка одна вышла. Металл копай. Да сам копай, у меня три есть. Ну, будет четыре. Пригодится. А может и поохотиться, правда. Ну, ты будешь решать, но мэдсов, да? Решу. Непонятно, что дальше надо будет. А можно решить сразу два? Нет, я же говорил. Ты, если одно решаешь, то предоставить решение следующий должен следующему в порядке ухода. Потом, если все спасают, то ты сможешь и два решить. А, ну ладно. Я хотел все решить. За раз. Ну, может быть, так и получится, если мы не справимся там с остальными. Да справитесь. Ой, не знаю, не знаю. Что делать? Мясо все сгорит. Мне можно будет дофига выживших назвать на мясо. Но потом, чем их кормить? Смогу ли я каждый раз так хорошо охотиться? В принципе, ну, будем надеяться. На самом деле. Типа металл взял. Раз. Два. Ну, металл строить. Застрелю, короче, я этого зверя. Ну, патрон. Два. Два патрона. А где у меня зверь тут лежал? Не знаю, у меня свои мя. Это этот? Да. Не знаю, зачем ты его мне положил? Да ты его прикарманил. Не знаю. У меня вот, раз, два, три их лежало. И вот одного я сюда переложил. Я два раза. Еще четыре мяса. Два удастся. Ну, и все, все лежат. Да, всем баеньки. Всем баеньки. Отбой. Отбой. Первым что? Разрешение. Решение. Да, решай. За одно мясо решил этот ивент. Почему за одно? А он минус два. А он становится. Он первым игроком когда становится. Два матерялся. Комодите минус один. Два мяса. Когда он первым игроком становится? Когда он пришел первый вот сюда. Да. Да, пришел, забрал. Ага. Будете этот решать? А у вас не хватит. Не, я не могу. Ай-яй-яй. Решай. Да, не можете. Володя победит, походу. Две микросхемы, два металла. Потому что минус два материала. Так, что там, призыв этих самых? Кормим. Кормим. А, кормежка. Да, вот пять еды. Так, сначала две воды. Так, тут у меня никого нет. И пять еды. Три еды, одна вода. Пять мяса. Здесь два мяса. Напоил, покормил. Вот. Жирные будут. Раз еда, два еда, три еда, одна вода. А вот это я оставлю на завтра. На завтра. Так, я тоже всех накормил. Мясом кормил. Мясом я и накормил. Сейчас еще новое. Так, handle radioactivity. Сдерживаем радиацию. Радиация у нас двоечка. Я никого нет, я на два влетел. А я на два сдержал. О, а я понижаю на один. За комнату. За комнату. Ну и тоже сдержал. Да. Так, дальше. Вот теперь найм новых выживших. Даже не знаю. Двух нанял. Есть ли смысл? Двух нанял. У меня есть смысл. Я пятерых найму. У меня этих выживших как в собаке было. И все женщины. Все бегут ко мне. Даже сто в теме не зря. Ладно, одного найму. Вот за консьерво. Наняли? Сурвайверов? Да. Строительство комнат. Строим. Строим. Раз, два, три. Одну деревяшку оставил. Нет, две микросхемы. Одну деревяшку. Да, все правильно. Построил плюс один эквипмент. И туда. Автример реки-то. Экипмента. Что он говорит? Я вообще ничего не понимаю. У меня построил комнату авторемонта одного эквипмента. И туда отправил людей. И сейчас сразу придет экипмент. Все, я построил комнату, которая дает на строительство комнат минус два к материалам. А я построил охота плюс две еды. Хорошо. Ну и происходит авторемонт у меня получается. Подожди. Куда ты коней гонишь? Комнаты построили. Переместил туда ребят. Да. Теперь можно снаряжение, значит, починить. Починил авторемонт. Я канистру чиню. Я автоматически починил пепелац. Пилу. Гравицапу. Пила. Гравицапу купил, пепелац починил. Все, все. Пила. Фикс эквипмент. И, значит, до двух воды оставили. У меня вода, что ли, сгорела? Да, вода, спарилась. Пшшшшш. Все. Обновление поля. Это сбрасывается. Да, да. Давайте там. Это тоже все уходит. Это тоже все уходит. Помешайте, а я займусь вот этим. Кстати, у нас еще металл в этот раз никто не брал. Я говорю, возьми металл. Я деревом обошелся. Слушай, ну вообще так прикольно. Все логично уже на самом деле. На моменте рассказывания правил я вообще не... Нет, все логично. Рандомные комнаты, вот. Понимаешь? Нет, комнаты, что на... Вот эти? В том плане, что они некоторые имбалансные. Я согласен. Да, некоторые слишком уж кайфовые. Особенно, если у тебя заходит. Вот у меня комната, например, минус 2 к материалам для постройки комнаты. Она у всех есть. Это стандартные. Эти три стандартные. Все, хорошо. Тогда, ну вот та, по крайней мере, которая просто игнорит последствия. С этим я согласен. Ну, можно ее выкинуть, в принципе, из этого. События просто разные бывают, да. Там вышло ничего и металл. Да, игнор событий. Это вообще, да. Раз, два, три, четыре. Я вот это накину. Ну и то я и не смог, походу, правильно воспользоваться. Если бы я еще их событий не игнорил, то вообще влетал бы. Так, так, так. Давайте экипировку посмотрим. 9 здесь. Значит, Hexaw. Ножовка. На этом, на сухогрузе два металла получаешь. Баттл-гир. Баттл-гир, броня боевая, снижает эффективность атаки на вас на две единицы. Ого. Да. То есть пятерка заходит, атакует, но ничего не будет. Но ничего не будет. Да. Пюрифайр. Очиститель в шахте, вот здесь, можно взять одну воду. Берется вода, да. Так, еще один экзоскелет. Грэпплинг хук. Вот. Карга шип позишн плюс один. То есть вы тройкой, тройкой заходите на четверку, пятеркой на шестерку. Захватный крюк. Двойки нет. Двойки нет. Топор. Лес валить плюс два дерева. Чудесно. Здесь открыли все, 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 мы готовы. Событие открывается. И у нас песчаный шторм. Коллектинг вэллю оф... Оооо. Пипец, мы встряли. Читай. Там она стоит, смотри, сколько. Короче. Собирательство. Очки снижаются у каждого героя до трех. Каждый отряд может на собирательство потратить только три действия. На собирательство. Охоту это не учитывается. Хорошо. Хорошо, то есть тройка. Это на собирательство. Тройка три. Two, two, three. То есть четверки и пятерки собирают как тройки. А в городе? В городе вот это называется поиск. Собирательство конкретно, это вот касается вот этих выложенных жетонов. То есть ты пятеркой сможешь только три очка потратить на сбор вот этих ресурсов. Вот это не собирательство, это именно поиск называется. Понятно. Ну, начинай. Ну, мы начинаем дорого решать. Дорого, да. Вообще. Очень дорого. Ну, то конкретно по нам удалил. Ну, да, пошел сюда, заплатил, получил три воды, куда деваться. Три воды, туды, сюды. Так, а мы, да, теперь... Вода все равно нужна. Без воды никуды. Теперь надо много. Здесь еще тройка. А как ты туда пошел? У тебя там кто-то лежит. А, я сюда пошел. У меня же ничего, я не могу. Не мог, да. Вернул все, извините. Так хочется иногда, а нельзя, да? Тогда он вот сюда пошел. Угу. Ай, что взял? Что тебе надо? Эй, что тебе надо? Берите броню, хороший броня. Новый, сам щил. Почему мне броня? Почему она? Возьму вот это. Броня для моего коня. Патрон. Куда ж мне охотиться пойти-то? Микрочип. Сохватывай все понятно. Ничего, еще один патрон. Ходи. А что там надо, чтобы решить? У-у-у, 3 деревяшки надо достать. Там очень много. Сейчас пойду срублю 3 деревяшки. Я пойду... Блин, собирайтесь. О, водоросли не использованы. Отлично. Раз, два, использовал водоросли, снизил на один и три взял патрона. Угу. Встал, пошел сюда, потратил микросхемку. Три воды забрал. Угу. А, подожди, 4 воды забрал. Нет. У тебя с канистрой плюс один. Плюс один, значит 4. Кстати, откуда он берет? Вот мне что интересно. Скорее всего, не откуда. Может, он берет из стопки? Да. А, ты имеешь в виду, раз нельзя... С трей-трей-трей? Нет, нет, из резерва, из резерва. Ну, куда деваться? Пошел, микросхемку потратил, взял две. А, что, кто-то еще брал воду? Тут должно быть 8. Я 3 взял. Ой, нет, я 4 взял. Значит, еще две должно быть. А, я не доложил? Да, так что одну оставить. Там вообще 9 должно быть. Да, вот 9, да. Здесь должно быть. Он взял 4. 4. Здесь 5 должно быть. Плюс 2, 6. И еще 3 вот. Вот, 3 я забрал, 2 осталось. Хорош, хорош. Все, я пошел охотиться, вы как хотите. Вы как хотите. А, я 5 и 1 патрон убиваю эту дичь и беру 5 еды. А, и у меня починенный... А, нет, я это не чиненый. А, что ты... А, все, 5 еды. 3, 4, 5. Ходи. Так. Встал, пошел. Дайте мне первого игрока. Да, заберет. И мне... 2 консервы. 4 консервы и чувак. 4 консервы, у меня плюс 2. И чувак. И чувак. Можешь поставить его, кстати, не на шлюз, а в комнате. А у него все комнаты, нормально. У меня все занято. Все нормально. Хорошо. Встал. Раз, два, пошел. А можно заплатить 2 патрона, стрелить его за одно действие? Чего? Чего? Я хочу его застрелить за одно действие, за 2 патрона. Да, можешь. 2 патрона, одно действие. Так и... А, и 3 деревяшки взял. Да, ты можешь так делать. Друзья, зачем он 2 патрона тратит? Это 4. Он деревяшку берет. Я хочу еще взять 2 дерева. Хочешь взять дерево, у него осталось. И остается 2 действия. Соответственно, с двумя действиями он добавляет 1 патрон, получает 3 и убивает дичь. А, вот. Да. Бензопила разве не в лесу? В сити. А, в сити, да, да. Он где-то там, видимо, столы рубит. Я не знаю, что. Стеллаж распилил. Я не знаю, откуда он взял деревяшку в городе. Может экзо-скелет взять? Так, пошел. Взял экзо-скелет. Еще 2 действия у меня есть. О, дерево и металл. Отлично. Как раз. То, что нужно. Прям вот зашло. Так, ладно, встал. Пошел сюда. За трешку это какой-то крутой крылья. За 4 нарубил 4 мяса. И за 1 действия. И взял микросхемку. 1, 2, 3, 4, держи. С каргашипа пошел сюда. Получил 1 консерву и 5 микросхем. Ух ты жук. 5 микросхем. Ну, за рюкзак. За рюкзак. С рюкзаком пришел. А ты не забыл, что у нас Sandstorm? И ты можешь только 3 действия. Я взял 3 и 2 за то, что у меня... Точно так, как у меня вода с консервы. Да, вот. У меня фэр консерва и эти. То есть ты учел, да? Да, 3 я взял за действия. Но он и так бы 3 взял. Да, я только 3 взял бы. Ну, просто 5 это как-то... Как-то 4. Да, вообще. Ну, да. Ну, ладно, ладно, хорошо, хорошо. Так, у меня остался 1, да? Ой, куда же тебя отправить? Так, что у меня 2, 2 хватает? Ну, это 2, 5, 6, 7. Ой, у меня много очень жрачки. Мне надо очень много жрачки. Все выйдет. Что? У меня нет. У меня не все. Пошел сюда. Не все. И я могу выбрать, на самом деле, на кого охотиться. У меня 3 действия, 2 патрона, можно на пятерку. А, у меня тут нет пятерки. Ладно, четверку застрелю. Птыщ. Всего 2 мяса. Всего 2. Я не могу ничего делать. Оставил бы я. Дайте мне мясо. Поделитесь со мной мясом. Я согласен не выполнять этот ивент. Ну, ивент такой себе. Он, знаешь, он особо не мешает, когда у тебя какой-то эквип есть. У меня один эквип. У меня тоже один эквип. У меня на воду. Я настоящий эквип, я только микросхем. Вполне себе. Ну, давай, ходи. Вот он тебя лежит. Да, встал, пошел, забрал гарпун. Грэплинг хук. И 2 на полутать город. Давай. Ничего и ничего. Да, конечно. Консервы и радиации. Консервы и радиации. Консервы и радиации. Консервы. Таблетки от радиации. Да. Ну и все. На этом мы закончили. Баиньки. Баиньки. Так, всех уложили и погнали. Разрешение ивентов, начиная с тебя. Будешь что-нибудь избавлять нас от песчаной бури? Не, никак. Не можешь, печально. Три деревяшки, две микросхемы. Там у тебя, да. Минус два материалов, запятая, амуниция и еда. Ну, амуниция и еда не надо. Я просто две микросхемы меньше. Да, согласен. Забирай. Ой, великий победитель всех зол в этой земле. Всех проблем. Я о людях заботюсь. Единственный, кто может решить все проблемы в этом мире. Теперь нанимаем выживших. Нет, кормим. А, фит, кормим, да, кормим. Я потратил все. Так, за этого одну воду. Так, две еды. А, одна, одна еда. Вода. У меня же только один ряд заполнил. Еда. Кидай вот рядом с собой, а потом положу. Просто своих надо тоже посчитать. Я потратил все. Три и два. Еще пять. Ху, я вложился. Я ровненько вошел вообще без ничего. У меня вода в запасе. Блин, это мне надо столько еды, чтобы их обеспечить. Это охренеть. Ха-ха, нищеброды, у меня осталось. Только одна сгорит. Вода до двух. Я на воду сейчас найму кого-нибудь. А, логично. Хит, кормим. Давай. Водичкой манишь? У меня есть. Слежая вода. У нас есть нечего, зато воды. И есть у нас чего есть. Сдерживание радиации. У нас радиация два. На один у меня повысилась. Я на один повысил. Ты тоже. А ты... Ничего. Ничего. Я повысил. Я тоже повысил. А, я понижаю. На один decrease radioactivity gosh level by one. Опа. Ты, блин. Мощно. Так, дальше. Нанять выживших? Да, ничего не могу. На водичку. Я не буду нанимать. На водичку найму одного. На тебе. На тебе. Спасибо, спасибо, спасибо большое. Дай тебе Бог здоровья. Спасибо. Дай тебе Бог здоровья. Ручку позолотит. У тебя же есть, вон она, последняя, которая equipment чинит. На один на килограмм на шею. Да, но мне не на что. У меня еда давала плюс две еды. Мне не на что строить. Ты охота давала плюс две еды, а я про это забыл. Ну, так что ж ты. Ну, вот, на две еды можно я выживших найму? Ну, не мать. Да, ну, ты что хочешь делать? Ну, только тебе этих кормить не на что. Ты еще нанимаешь. Не, я ж сначала кормишь, потом нанимаешь. Я понимаю. Вот. Ну, следующий ход придет. Вот так я сделал. И все. Останет эпоха великого голода. Ну, ничего. Я еще настреляю. Я еще кого-нибудь настреляю. У меня патронные еды. Ладно, давайте так. Дальше что? Построить комнату, фиксер, эквипмент и клиншелтер. Ну, у меня здесь излишков нет. Я экзоскелет соберу. А что дает сити плюс один survival? Это плюс одного здесь. В городе. В городе ты типа находишь. Находишь выжившего. Раз такой в угол сити. А, ну, хорошо. Бич такой забился. Ты кто? Я выживший. Пошли со мной. У меня есть фонарик. У меня есть фонарик. Иди за мной. Починил. Фонарик теперь будем искать. Все, экзоскелет починил. И у меня пара собралась. Экзоскелет и макбук. У меня тоже собралась. Фонарик с бензопилой. Я представляю, пришел человек с бензопилой и фонариком. И ты подумал, да, я пойду именно с ним. О, мой повелитель. Пошли со мной, если хочешь жить. Только мне нужна твоя одежда. Хоккейной маски нету, случайно? Для полуакомплекта. Так, все. Следующий день. Обновляем поле. Значит, кроубар. Ломик. Ну, фонка, короче, была уже на военной базе. Плюс две этих. Бейсбольный бита, короче, с обмотанной колючкой. Короче, ваше. Вот здесь у атакующего добавляет плюс единичку к силе. Вот такую еще. Скорее всего, берется не отсюда, а оттуда. В смысле? Ну, ты же на военной базе получаешь две микросхемы. Милитари бейс берется вот отсюда конкретно. А там я прочитал, что берется прямо из хранилища. Вот эта вот канистра, с хранилища, да. Лук. В лесу мясо дается. В лесу? Да, вот здесь. А, в лес. Металлодетектор. В лесу или во время охоты? Просто в лесу выполняешь... Получаешь мясо. Выполняешь действия в лесу. Ну, ты типа да. Охотясь или дерево собирая, раз там хуй. Белочку застрелил. На шахте плюс два металла. Вот это вот прямо из шахты. И в лесу плюс два дерева. Здесь запаса дерева. Да, топор. Топор был. Топор уже был. Все. Ходи. Подожди, ходи. Ивент. Ивент, да. Лесной пожар. Лесной пожар. Короче, уменьшите... На три. Decrease the forest woods reserve на три, да. Фигеть, а вообще не нужно. Ну, как сказать. Пущай горит. Если комната... За три воды? Пущай горит. Да, вода важнее, я согласен. Хорошо. Хожу. Хочешь? Пришел сюда, убил. И победил. Да, пришел и победил. Пришел, всех убил и победил. Одно мясо. Вау. Мощно. Охотник года. Да. И два дерева. Молодец. Молодец. Красавчик. Вообще. Сколько у меня... Знаешь, эти самые... Заходишь в хранилище, а там эти висят рога... Да, да, да. Там шкуры всякие. Ага. Раз. Два. Давай там. Ну, это все города. Большие города. Нет, это знаешь что? Это хороший шанс взять разнородные эти самые... Да, ресурсы. Ресурсы. Ты приходишь без эквипов в лес, например, только дерево. Да, если тебе именно что-то там... Три, четыре. Пять, шесть. Шу грусти. Шесть. А, и получил сразу выжившего. Дай мне выжившего. Да. С фонариком. Ты забывал, наверное. Не, я первый раз фонариком пошел. Говори, что тебе. Минус радиация, одна деревяшка, одна вода, ничего, ничего и микросхема. Что-то ничего набрать, это еще надо постараться. Он набрал все ничего. Все ничего набрал. Все ничего набрал. Так, радиацию понизил? Да нет. Так, пятерочка мой встал. И пошел, пошел, пошел. Пошел такой, опа! И убил. И я могу смотреть дичь, которая здесь вводится, и выбрать. Мужа почти ничего, там красная книга одна. Пятерки. Блин, у меня нет пятерок. Ну, вот как так неудачно можно поохотиться было? Да ладно, неудачно, нормально все. Ну, не буду тогда патроны тратить, возьму три еды. Блин, мне просто очень много еды надо, чтобы этих нищебродов кормить. Да у всех такая беда. А, я же на охоте беру еще плюс две еды, отлично. Это раз в раунд, поэтому вот как раз я и воспользуюсь. Пять. А мне надо еды, ох! Ох, еды-то надо. Пять, мне семь надо еды. Ох, ох. Ох, еще двух не хватает, елки-палки. Да, непросто. Ладно. Чудичь вся разнородная, да что ты будешь делать? А это что? Хорошо. О, да, в ряд 2 набора. Встал, пошел, забрал четыре металла. Ой, какой же молодец. Встал, пошел, микросхему отдал, четыре воды получил. Будем поить нищебродов. Четверка встала, пошла сюда с двумя патронами, забрала вот эту дичь и взял я уже, это у меня третий, поэтому шесть еды. Раз, два, три, четыре. Не, охота это норм, кстати. Я просто в основном... Охота вообще по нашим. Я по консервам в основном. Убиваюсь. Да. А что это, это уже перевернутые. Да, забыли. Да, забыли. Встал, пришел на троечку, забрал выжившего и три консервы. Почему три? Ну, у меня плюс два консервов. Я забываю все время. Ну, вот я напоминаю. Надержи. Я же говорила, я по консервам убиваюсь. Встал, пришел, иду... А, нет. Не, надо... Да, встал, пришел, понизил у всех. А, у меня первый игрок остается. Получил два патрончика. Так, вода есть. Нет, у меня ничего нет. Вода пока... А, я две деревяшки получил за то, что в сети рубил. Извините, опять забыли. А ты в сети рубил? Я в сети рубил, да, там, выжившего из шкафа доставал. Ты был в Керчи? Не был. Так, я такой на экзоскелете поехал вот в этот город и на три поищу. Микросхема... О, что она так лежит? Ну, короче, ладно. Ну, не важно. Какая разница? Консерва и пуля. Микросхема, консерва и пуля. Оп. Все? Угу. Ходи. Встал, пришел, взял три патрона. Хорошо. Встал, пришел, два патрона заплатил, пятерку убил. Три мяса получил. Ну, вот последний твой. Да. Думаю, что бы набрать. Что, что, воду? Воду осталось. Воду? На воду наймешь? Мясо, смотри. Вода сгорит. Мясо тоже. Вода не сгорит, если ты наймешь на нее. Знаешь, у тебя не сгорит вода, если ты наймешь на нее людей. Да их потом кормить надо. Я и так не... Вот этих не надо. Зачем вот этих? Ну, их надо поить. Надо поить. Ай, поить не проблема. Взял канистру, пошел набрал. А, у меня есть канистра, кстати. Смотрю, это только один. Кстати, реально, давайте воду наберем. Микросхему заплатил? Да, без проблем вообще. Микросхему заплатил. Три и канистра еще плюс один. Ох, воды теперь много. Есть. Ну и все. Ну и все, легли. Легли. Все полегли, пацаны. Кто-нибудь хочет трещать этот ревен? А чего там надо? За три воды. Три воды и лес потушить. Туши? Ладно. Три очка. Потушил. Ну, туши, цок. Ну, все. Потушил. А ты потратил воду? Одну. Он потратил. А, он потратил. Одну потратил. Ну, ладно. Кормим. Я вообще на эти ивенты не смотрю. А, это materials, ammunition или ком... Это комодити. Комодити. Вода, это комодити. Так, что, что, кормим? Ну, поехали кормить. Так, потратил две воды за вот этих. Одну. Потратил... Три, два, два, семь. У меня ровно семь. Три, пять, семь. Раз, два, три. Мое убежище с трудом выживает. Потратил семь. Четыре, пять, шесть, семь. О, сколько у меня сейчас выживших-то прилетит, а? А, чудесно. У меня нет. У меня вот рот чётенько всё уходит. Всё, вот это вот я всё отдал. За кормёжку и за попойку. Попойка? Ну, у меня игнорируется, а за комнату я понижаю. Ты же смотри, какой молодец. У меня на один повысилось. Вот. Это вот забирай. Это вот я... Это я оплатил. Оплата произведена. Так. Рекрутинг. Мне нечего. Аналогично. А вот мне сейчас будет чем. Я офицер полиции. Я хожу и решаю ваши проблемы. У меня очень ограниченный штат персонала. Так. Я возьму раз, два, три, четыре, пять, шесть выживших. Ты не можешь, ты можешь максимум пять. Пять. Чёрт. Пять, два, три. А я... Всё равно сгорела одна. У нас канистру-то, господи. Ой, канистру эту... Консерву. Консерву я оставляю, остальное сгорает. Канистор тратится и сгорает. Я максимум загружаю свой пул выживших. Ёшкин кот. Что ж мне делать в следующем раунде? Я не знаю. Это же лезь какая-то. Не кормить всех. У меня огромный приток людей. Всех надо кормить. Ну ладно, сейчас комнату построим. Ещё распихаем кого-нибудь. Так. Теперь, значит, строим комнаты. Я, кстати, за один теперь строю. И я тоже за один теперь строю. А мне всё равно никуда отправить. Так, погнали. Тогда я буду... Господи, я даже не знаю. Ну давай вот... За три деревяшки. Смотрите, деревяшек. Комната не нужна, если честно. Да, вот построю там себе вентиляцию. У меня остались ненужные комнаты. У меня тоже. Вентиляцию построил. За три металла. Пусть будет вентиляция. За три металла построю... Эквитмент. Ремонт эквитмента минус один материал. Наруто отправь. Наруто, пожалуйста. Чик. Я напоминаю, что в конце игры за полностью заселённые комнаты вы по этой табличке получите. Чудесно. Получим, получим. Так. Фикс эквитмент. Всё. Эта комната у меня работает. Я чиню аксесс-карт. Трачу... За все семь-семнадцать очков. Обалдеть. Трачу... Это знаешь, сколько еды? Дерево. И чип. Всё, трачу дерево, чип. Да положи пока рядом. Я тут себя самочинаю. И... Пилу. Починил аксесс-карт. У меня теперь пила. У меня теперь бесплатный доступ на эту, на дамбу. Что это бесплатный? А, ну да. Да, я не трачу. А я, когда... А я прихожу на карго-шип, и его ещё и по пути распиливаю. Металл получил. Не то ли. Пилю в городе. А я могу, это самое, больше одного эквипа чинить? Да сколько хоть. А, тогда я чиню ещё... Только один раз ты свойства комнаты используешь, имею ввиду, если есть там. А, ну вот я использовал, починил аксесс-карт. Всё. Теперь у тебя вот это уже обычную цену стоит. А, всё, понял. Тогда в пролете. Тогда ждём дальше. А чё ждать-то? Поле... Поле... Обновляется. Поле обновляется. Всё, обновляем. Шестой этап начинает. Возьми, патрон. Последний день начинается, да. Патрон возьми. Ещё один день наступил. Чё-то как-то легко. Вот много народу поздыхало вообще? У меня ни одного. У меня сдохло несколько. У меня один. Ну вот как-то вообще не постапог. Как-то мне кажется много вот еды и всего. Много. Да, многовато. Перебор. Вот реально, вот конкуренции нет за ресурсы. Никто не бьётся. Нет смысла даже атаковать кого-то. Ну, как сказать. Ну, посмотри. Тебе не нужны ресурсы, которые они уходят. У тебя вот... Ну, у меня сейчас нужны будут. Чудесно, я тебе дам деревян. Ну, к шестому ходу. Офигеть. К шестому ходу тебе понадобились ресурсы. Да потому что Вовчик хорошо справлялся с этими. С обязанностями своими. Ты как полицейский офицер. Посмотри, у нас ни одного нет бедствия нерешённого. Я не против. Просто пришёл полицейский офицер. Ну, вот, понимаешь, а если бы мы как-то по-другому... Если бы я вообще на них смотрел, на условия разрешения, может, я бы их решал. Но я как-то издалека смотрю, мне не особо видно. И это не особо нужно, знаешь. Метол. Так. И деревьёха. Тут, значит, 4 плюс... Счёт 5. Их видишь. Здоров. А вот, кстати, на четверых тут будет конкуренция. Потому что их становится всего на 2 больше. Ну, да. Возможно. Потому что сейчас мы можем использовать 9. Места меньше свободного. Где были бы подняты... Где нельзя не подраться. Да. И ещё ресурсов. Всего на 2 больше воды становится. А вода... Вода нужна. Да. Хотя, вода... Воды надо 8. Вот при полной загрузке воды надо 8. Ну, а всего 11, почему 8 надо воды? Здесь 2. 2. Я и говорю, на 4 игроков всего 8 воды. Ну, а их 11. Ну, для этих... А их 11. Консервы, что ж достанешь? Всего доходят, целевод добывают. У тебя 4 этих самых отряда. Таблетки закончились. Положи. В аптеке таблетки закончились. Что там у нас сейчас? Очиститель воды. В шахте воду даёт броня. Шотган. Мы это уже видели. Зацепный крюк. Кирка. И лук. Так, ходи. А, стоп. Вот это вот что не положено. И сюда выжившую. Короче, нашествие крыс. Нашествие крыс. Каждое убежище сбрасывает провиант. Если не может, то теряет выжившего. Консерву съели крысы. У тебя выживший ушёл. Вот отсюда и ушёл. Его там и съели. Прям в люке. Да. В люке съели. Крысы, это не очень хорошая ситуация. Но они пришли последними. Поэтому. Поэтому. Может быть, я думаю, что события у нас так сложились. Что у нас изобилие ресурсов. Как-то так. С амуницией был всего один. Ладно. Хожу. Вода мне не нужна. А у тебя, наверное, вообще ты игноришь это. Ты игнорил это событие. А! Точно. Хорошо, что наполнишь. Своим консервом. Так. Вода мне не нужна, да? Точно, блин. Насколько я так это понимаю. Так. Вода мне есть три. Вот. Я понял, на что мне надо делать упор. О, давай. Сюда пойду. Встал. Пошёл. Ничего. Ничего. Вода. Ничего. Дерево. И патрон. Да. Ну. Встал, сюда пошёл. Блин. Это же свойство используется только один раз в день. То есть, я могу только одну комнату потратить дешевле, построить дешевле на два материала. Да. А ты там понастроил? Я строил три. А я строил? Как пошёл? Как пошёл? Как пошёл? Я строил две комнаты. То есть, я не мог одну из этих комнат построить. Ну, выбирай какую, возвращай людей и как бы... Ничего. Или там всё уже, пошла тяня. Микросхема. Нет. Вот эту комнату. Ну, убирай какую-нибудь, где людей нет. Дерево, выживший, два дерева. Переворачивается обратно вот так. А, ну не так уж я и на четыре. Всё нормально. Проходи. Так, то есть, мне нужно будет три, так, плюс три. Семь материалов. Обалдеть. Семь материалов мне надо, чтобы построить. Три комнаты, семь материалов. Семь. Проходи. Я думаю сейчас. Семь. Семь. Ну, давайте вычистим лес. Лес, которым управляет. Три, четыре, пять, шесть. Ой. Что-то у тебя там прям... Я начал рубить. Чем ты рубишь-то? Чем ты рубишь-то? У тебя пять. Ой, пять. Верни назад. Он такой просто считает все, какие есть. Шесть, семь, восемь. Всё. Восемь дерева. Собрал. Всё. Молодца. Встал. Пришел сюда, потратил один патрон. Затрелил четверку. Получил пять мяса. Два, три, четыре, пять. Ох, а где же теперь мне столько набрать всего? Пришел, три патрона получил. Ходи. А, как я пошел второй раз. Я что-то счетырить помежду делом. Пошел, три мяса получил, три патрона получил. Блин, мне теперь действий не хватает. Это нормально. Это норма. Если я убью пятерку, то получу четыре еды. Так, сколько мне надо будет еды? Это последний. Ход, ход. Семь еды мне надо будет. Если я возьму еще четыре, то у меня будет пять еды. Не хватает. А, и две я возьму по свойству комнаты. Всё. Супер. Значит, с патроном вот здесь охочусь. Беру вот эту пятерку. Получаю четыре еды и по свойству комнаты еще плюс две. Шесть. Три, четыре, пять. Выходи. Встал, пришел, забрал три микросхемы. Встал, пришел, три патрона потратил, семерку убил, шесть мяс получил. Четко. А, еще я в лесу ничего не делаю. Нет, ничего не делаю в лесу. Нет, в лесу ничего не делаю. Да, поэтому просто шесть мясу. Так, теперь мне нужны, значит, пять. А, ну всё, отлично. Беру здесь три железа. Да иди сюда. Встал, пришел, получил выжившего, забрал... Четыре консервы. Четыре, да, это четыре консервы. Четыре консервы, дай. Да мне. Ему дай. Дай, подай, я тут считаю, сижу. Что-то надо же делать, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А если у меня не будет одной воды, то один поврёт, да? Пять, да. Четыре, восемь еды мне надо. Один-то всё. А, ну двое, по-моему, тут. Ооо, как я так не досчитал. Три еды, раз, два, три, два металла. У меня одно действие, мне нужна еда, как можно больше. Охоту я всю занял, дурачок. Печаль. Ну иди, а, ты не дойдёшь. А у тебя ж есть этот самый пиу, вот сюда иди и получишь консерву. Консерву. Ооо, как я его не увидел, у меня же экзоскелет, я могу занять вот эту свободную. Пиу, получил рабочую. Выжившего и консерву, чётко. Ну, блин, не хватит выживших, чтобы заселить. Так, погнали тогда. Будешь решать ивент? Нет. Я тут не для этого. Я тоже не буду. Решайся. Прогоняй, крыс. А надо ли? Пять победных очков. Это много. Ну, в смысле, ты и так уже там пачкал? Впереди планеты всей. Как они посчитываются, я не помню. Я выполнил все ивенты, которые у нас были. Это ты молодец. Всё, всё закончишь. Ну, давай, всё, мы доиграли. Всё, ты решил? Подожди, я не доиграл, Алё. Вы доиграли, я не доиграл. Да, кто доиграл, мы тоже не доиграли. Давайте кормим. Надо покормить. Всё до конца отыгрывается. Я не могу заплатить две воды, двое померло. Так, смотри, плачу воду за одну девчонку. И плачу девять еды. Четыре консервы и пять мяса. Я здесь не могу заплатить ни за одну, ни за второй воды, поэтому... Вот если я не могу здесь две заплатить... Ой, я атифку получил, у меня никто не сдал. Молодец. Пять, шесть, семь, восемь. Чётко всех накормил. Я тоже всех накормил, у меня девять. У меня в полицейском участке потери. Их застрелили крысы. Так, теперь, теперь, теперь. Радиоактивность. У нас тройка. На двое повысилось. У меня один. У меня четыре, у меня в кои-то веке ничего не получится. То есть у Серёги, Серёга влетел на два. Ну, на два из-за этого... Ну, вот так, да. Так, наём выживших. А почему на два? А, три там сейчас, да? Смотри, наём... Нет, никакого наёма не будет. А, вода тоже у меня потратилась. Никакого найма не будет. Найм не будет. Соответственно, строим комнаты. Я нанял, я нанял. У меня тут три еды, трое прибыло. Строим комнаты. Ну, комнаты тоже, что смысл строить? Так, у меня одна за один материал. Я буду фиксить equipment. Одна за один материал. Так, без комнаты я пофиксил вот так. И вот это у меня... Без комнаты я пофиксил вот так. За шесть материалов. Раз, два, три. И комнаты я пофиксил вот так. Ещё две комнаты строю. Ну, да. Я только комнату мог построить, поэтому три. Две комнаты построил. Ну, каких-то две комнаты. Вот эту вот пищу будет. Заселю я только одну. Две комнаты. Эх. О, я ж могу... Ну, я и квит подчинял. Стоп. А наёмы квитом, когда происходит? Fix equipment, это после постройки. Да, я комнаты не строю, поэтому я сразу всё пофиксил. Нет, подожди. У меня это важный вопрос. Три. Я заплатил три за постройку вот этой комнаты. Переселил туда на родицу. На родицу, вперёд. Оно стало дешевле у меня Fix equipment на один материал. На вот этот металл. Я заплатил две этих. Построил и за equipment просто так построил. Что он там на четырёх? Да что, ничего не на четырёх. Ты потом пересматривать будешь. Ничего не на четырёх. Но это не точно. Вот, это всё, что я потратил на кормёжку, воздух и fix equipment. Вот, вот я всё тоже. Я всё закончил, да. Так, все всё закончили? Да. По этим? Лишнее, ну лишнего тут ничего ни у кого не осталось. Два деревяшки. Нет, оно не сгорает. Я имею в виду почистить там воду до двух. Не, не, мясо. Мясо всё сгорело. Всё. Всё, в таком случае мы считаем очки для того, чтобы определить победителя. Давайте считаем, значит, выполненные твои ивенты. Что? 66. 10, 4, 23. Серёга и Фил. 23 за ивенты, ну у нас по нулям. 9, 13, да, 23. Теперь количество, значит, полностью заселённых комнат. Не считая airlock. Не считая airlock. Раз, два, три, четыре. У меня пять и это семь очков. У меня четыре. У меня четыре. И это четыре очка. У нас по четыре. Обалдеть. Теперь, значит, от уровня радиации пляшем. Сколько у тебя там? Три. Минус три. Минус три. Минус три. У меня плюс один. Плюс один. И у меня минус четыре. Ой, я вообще хуже всех сыграл. Так, теперь одно очко за каждого выжившего. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, тринадцать, четырнадцать. Семнадцать. Ого. У меня тринадцать. У меня четырнадцать. Тринадцать и четырнадцать. Блин, много так у вас. Теперь одно за каждое снаряжение и одно за каждую пару. У меня три плюс один, четыре. Шесть. Шесть. Три, шесть, девять, десять. сколько же 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 обалдеть уже володя просто рвет в эту игру тебе надо на чемпионат весом ехать так нас считаем володя 27 минус 324 14 плюс 14 38 48 48 серёги 5 плюс 13 18 6 24 фил 7 минус 4 3 плюс 17 20 24 24 тоже кстати вот и 24 24 и 48 у него в два раза короче мы два раза больше нашего эффективность да ну да здорово ну чисто то есть ивентами он вырвался быстро легко и интересно но вот очень много зависит от комбинации комнат и почему ну вот он его были на комнату и чего толку ну очень хорошо на самом деле я игнорил события но как было всего одно с радиацией а остальные все не действует а и с выжившим то есть эта комната на самом деле не такая уж и два события из шести были так знаем взаимодействовали все в ресурсах в принципе изобилие то есть да здесь у меня вопрос заметно потому может быть это будет на четырех по-другому но пока что не чувствуется дефицита ресурсов нет просто апокалиптического не чувствуется на 6 на троих надо играть на минимуме нет это на двоих я понимаю что это рассчитано на двоих а в смысле что жёстче она тогда будет пожёстче ну хоум рулить можно да может чтобы по 6 6 потому что за все время у нас сколько одна битва всего была да вот здесь да то есть я рекомендую играть в эту игру вчетвером и рекомендую все-таки количество ресурсов мне кажется поменьше сделать если вы хотите прям вот почувствовать атмосферу атмосфера в игре есть как бы да но не строй застройка убежища фаллаутовская атмосфера радиация вот это equipment вот это соединение пар этих самым да тематично сделано экзоскелет с ноутбука надо отремонтировать потом надо соединить да вот охота тоже если одинаковые виды животных это бонус дает к добыче это все понятно но в ресурсах изобилие полный вообще да вот он за металлом вообще не ходит просто да металл и дерево кстати они нужны исключительно для построек для фикса предмета и для выполнения ивентов для комнат ну да чисто можно использовать но это ты пошел туда продумать и зачем ты их взял но они были бы полезны да так они взаимозаменяемые на постройке комнат вот это вот вот этот эквип с картой доступа просто дает доступ к дамбе без траты чипа но это один раз нет ну вот я пришел и вместе с канистрой набрал воды до шести получается этих самых до пяти а до шести да вот пятерка пришла с канистрой шесть вот видишь тут как бы это же комбо все-таки и она не так просто собрать ее так как бы да имея карту доступа и канистру у тебя с водой вообще такое ощущение возникло ты просто смотришь на карту смотришь на свои условия такой так у меня есть канистра мне бы вот эту карту ты видишь эту карту ты просто придешь и берешь ее если мне нужна карта я просто прихожу и забираю если мне нужны консервы я просто прихожу и забираю и точно так же со всеми другими ресурсами возможно к стоящему нельзя меньше цифры приходить можно 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 точно бессмысленно да если бы большей цифре нельзя было приходить меньшей цифр но тогда бы здесь вот это бы это бы было большим сурмайвом конечно ты пришел здесь стоит четверка только пятерка или четверка туда можно зайти да ну это вопрос тогда да а так вот у нас было хоть раз так кому то кому то нужно кому то нужен ресурс а его нет тем же самые условия проиграл как будто там никого нет вот было так что у меня была только проблема в том что я не мог дойти потому что там уже стоял мой да ты его убираешь и приходишь туда ну да просто просто надо планировать заранее ход и тогда в принципе проблем с ресурсами не будет вот единственный момент да ты посмотрел так мне не хватает вот этого ресурса а черт здесь лежит мой значит я сначала хожу вот этим просто его куда-то убираю смотрю что мне там ну ладно что нибудь возьму и прихожу уже этим как бы да проблем с ресурсами нет и в принципе вот за счет этого теряется часть именно атмосферы просто апокалиптично надо вот прям мониторить не нужна униция только для охоты и все и когда на тебя нападают да у нас драк не было то есть если тут стояла четверка надо зайти тройкой с патроном это уже больше это больше планирование что надо равной силой заходить водоросли вообще вот ну пользовались ей но я пользовался ну так когда уже последний ход два раза что сделаю все занято дойдет только до водоросли пойду водоросли использовать либо сидеть надо и мониторить что там у противника знаешь о так я так выполнил два ивента да ты там ты там настрелял шестерочку значит не надо дать тебе убить шестерочку знаешь но тут такого нет вот конфликта прям такого нет но это его евро про сурвайвил это странно это очень странно точнее про кооперативный именно сурвайвил опять средневековую францию что ли делать а еще смотри такой момент тебе доступно все поле вот вот твои четыре мипла которые стоят они могут дойти в любой квадрат всегда с экзоскелетом да нет даже без нет вот смотри это происходит вот так и не вот так вот могут хороводить либо их можно расставить через одного по углам вот так например и когда тебе надо ходить просто ходишь как тебе надо хочешь на один точно два в общем то да вот крестовый какой то есть у тебя доступно если бы может было больше локаций или была бы какая-нибудь уникальная локация в которую попасть можно было бы только вот там не знаю из шахты или из леса то да так что вот не в целом клево в целом все хорошо хорошо но чуть-чуть до холл рулить чувствуется но может быть они это исправили следующий ну да игра не без недостатков будет кстати дополнение издана по крайней мере за рубежом не знаю как у нас промокарты кстати дали фабрики игр там новые лидеры новые события добавляются вот и я еще раз напоминаю что сейчас идет сбор средств на локализацию данной игры так что если она вам понравилась если вы считаете нужным иметь у себя в коллекции на русском языке то переходите по ссылке в описании и там собственно говоря все подробности узнаете и вот такой вот игронайзер и накладки на планшеты это отдельные опции также можно в компании по сбору средств приобрести вот с вами был серёга вова филипп канал твой игровой играйте в хорошие настольные игры и всем пока пока так он он и Субтитры создавал DimaTorzok